Губит нас не лень, а бестолковая активность. 17 сентября 2020 года, 18 часов 00 по Таранского времени, в эфире 715 подкаст от Канского Ося и компании. Agile Holy War на 55 сторипоинтов. Добро пожаловать в очередной подкаст, подкаст Канского Ося и компании, подкаст о Канаде, США, IT, жизни, любви, счастья, философии, деньгах, науке, здоровье, ну и так далее. Сегодня мы пишемся втроем. Кстати, сразу быстренько обводном, поскольку сегодня приватное день рождения линукса, в смысле не лайнекса, а линукса, вот, походу сегодня вышла версия 001. Так что, с днем рождения, как вовремя, то ладно, ну что, сегодня, сегодня я, Игорь, Ваня, вот, вы нас всех любите, знаете, опытные программисты, молодец, вот, и как это программисты с большим опытом. Да, работаем по разные стороны реки, кто-то в Америке, кто-то в России, вот, но все работаем в технической теме, а точнее программирование, вот, ладно, кто хочет увидеть нас, можете всегда присоединиться к нашему YouTube каналу, вот, там, там, там можно периодически видеть наши лица, также, кто хочет вживую услышать, услышать, услышать подкаст и комментировать в чате, заходите на наш официальный веб-сайт, там есть ссылочка на телеграм-канал, что у нас еще есть. Пацаны, подписывайтесь на Twitter, коп-канал и, и в чем я забываю, как называется этот чат? Дискорд. И Дискорд, спасибо. Из головы вылетает, но я в нем не сижу особо. Вот, ну ладно. Потому что у тебя видюхи нету, нормальных. Купил бы себе RTX 3080. Я не против купить RTX 3080, я только не знаю, куда ее вставить. Это уже второе дело, Жень, главное купить. Там уже докупить остатки компьютера тоже мелочи. В сравнении. Да. Ну, вообще по деньгам, да. Так, вы знаете, я думаю, что сегодня у нас будет тема ценности. Придумывать тематику для этого подкаста, это, как говорится, как играть на рынке. Никогда не знаешь, если подкаст вверх-вниз, влево-вправо пойдет, поэтому... Ну, тема про ценности. Мне так кажется. Поэтому, я думаю, мы сегодня как раз поговорим о прошлых компаниях, такие как Тиранос, будущих компаниях, или нынешних компаниях и будущих компаниях, типа Николы, вот, Вселенной. Ну, еще пару заметок у меня есть, но... Ладно, перейдем лучше этот. Дам я лучше микрофон вам, вы там что-нибудь говорите. Ну, давай лучше с Игоря начнем, а? Мне так говорить, не хочется, пусть он что-нибудь расскажет. Что красный. Та-та-ра. Да мне что-то особо нечего рассказывать. Ну, как там неделя прошла, знаешь. Ну, за неделю я единственное, что убедился, что самая клевая болезнь это склероз. Каждый день столько новостей. В очередной раз оценил, что акустикой надо заниматься. Который раз уже вспомнил, что надо правильно расставлять колонки, чтобы нормально слушать музыку и так далее. В смысле? Ну, я свои старые колонки реанимировал давным-давно. Уже недели три назад. Прикупил себе усилок там. Ну, такой китайский. Ну, в общем, для моих нужд хватает. Вот. И поставил их в кабинете рядом с собой. Там все. Сижу, слушаю. Вроде все устраивает. А тут как-то встал и понял, что на уровне ушей, где они когда находятся, то есть когда я стою, они звучат намного чище, намного лучше. И я понял, что да, что все-таки акустика это достаточно тупая, простая вещь. Волна идет по прямой, распространяется, конечно, но, блин, надо их ставить пониже, к себе поближе и так далее. А потом хардбас туда, блин. А, ну это да, обязательно. Как без этого? А наушники... А еще можно колонки положить на пол, да, и включить хардбас для соседей. Бедняги. Без музыки, наверное. Скучают. Кстати, с наушниками вот никто не дружит. В смысле? Ну, почему, почему там все хотят себе большие колонки, почему просто не купить классные наушники, одеть и радоваться жизни? Ну, нам... Я с наушниками пробовал сколько раз. Наушники хорошо, можно купить хорошие наушники, можно купить предусилитель для наушников нормальный, можно купить наушники там баксов за 200, за 300, а может и дороже есть, особо там... Не рассматривал, дорогой сегмент. Проблема одна, ты сидишь в наушниках и у тебя уши потеют. В хороших наушниках, закрытого типа. А с колонками такого не происходит. Ну, зато коронавирус не пройдет. Ну, это одно, другое дело, что в наушниках, знаешь, сколько бы они ни пытались, все равно, по-моему, тяжело этот эмулировать 3D-звук, блин. Нет, ты удивишься, но в хороших наушниках там, вот реально там, баксов за 200 можно, да. Музыканты-то, ну, точнее, не музыканты, а звукорежиссеры. Они сводят на мониторах и в наушниках слушают. Интересно. Так все-таки... Ну, мониторы, в смысле, мониторные колонки и наушники используют и то, и то. Так мне все-таки стоит купить дорогие наушники от доктора Дрея? Я не думаю, что они будут действительно там супер-купер. Какие-нибудь, не знаю, там. Но я даже уже сейчас и не помню на скидку. Компании, которые производят хорошие... Музыканты-то шнура? Да не... Это был бы продукт. Серега, пиши нам. Ну, продолжай. Так, в принципе, больше ничего такого не произошло. Ты лак купил? Лак? Да. Для кровати? Да. Кровать решили покрыть не лаком, а воском. Воск купил. Будьте на выходных. Воск. Воск квартиру понять воском, да. Ну, воск для мебель есть. А как оно работает? А, он бывает цветной, бывает не цветной. Он такой, как густая паста. Наносишь, размазываешь, даешь впитаться, а потом полируешь. Ну, и, в принципе, можно и до блеска довести. Потом, если необходимо повторить, ну, в смысле, там, через год, через два, без проблем можешь. Есть специальные средства для снятия, если тебе вдруг оттенок не понравился. Ну, типа, растворитель. Так что... А, это интересно, надо будет посмотреть. Единственное, что пачкает первое время, если плохо располируешь. Располировывай, да, проблематично. Но, зато, ворс не поднимает, ничего такого. В этом плане хорошо. Ну, не советую. Начни с недорогих Sony наушники. Внутри чем затягивать чего? Ну, не советую. Sony, да, действительно, там, какие-нибудь с шумодавом, если взять. Если у тебя есть проблемы с шумом вокруг тебя. Можно такие, да. Да, с шумодавом я бы полюбил. А то иногда едешь в машине с открытыми окнами, такой шум, а так, а дело, хорошо. Тебе кто-то сигналит, ты не слышишь, да? Это ж... Матюгается кто-нибудь там... Ты вправо, да, нормально все. Потом, правда, стреляет. Начинаешь. А меня это тоже пугало, на самом деле. Тут то, что наделал, и ни хрена не слышишь. Или там машина рядом едет, или не едет. Так, ладно. Не будем больше мучить. Игорь, а давай Ваня себя мучит. А, ну... Да, у меня особо ничего... Не происходило, это самое, на неделю там. Просто работа, 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 и практически все, я думаю. Ну, ладно. Раз у тебя работа... Вот, я никогда не думал, но это первый раз в этом подкасте, я никогда не думал, что от меня будет... От меня будет такой совет. Вот. Да. Я... Я не помню... Игорек, это ты мне скидывал, да? Про аниме, про... Как оно называется? Что там? В глуши или там... Полная деревня? Глухомань. Глухомань, вот, точно, да. Ну, посмотрел я немного, если честно, что-то совсем скучно. Вот. Про ловлю рыбы намного интереснее. Глухомань как-то... Вот. И... Я... Как это... В полном отчаянии мотал... Абсолютно гулял просто по этому... Как его зовут? Аниме Востум. Вот. И... И случайно. То есть... То есть... Просто случайно. Откнул на какое-то аниме. Думал, ладно. Как бы... Хоть что-нибудь. И... Ладно. Я, если честно, привлек взгляд просто... Красивая... Картина, я подумал, ладно. Попробую еще одно аниме про гарем. Просто потому, что уже смотреть просто нечего. Вот. Ткнул на аниме. Называется... Миш... Мишвидовые... Рецензиты. Рецензенты? Рецензенты, да. Я его рекомендовал Ване. Да, да, да. Месяца полтора назад. Да. Я сегодня напорвался на это дело. Проникся. Ооо. Слушай. Это... Да. Я... Я... Я когда, короче, это делал искал еще тогда. Я типа вот по всяким, знаешь, эти... Типа анимаш на веб-сайтам там. Искал, искал, искал. Вот. И потом как-то это самое... Такой, блин... Типа... Смотрел там... Я, по-моему, искал дублированную версию или еще что-то в этом духе. Или просто лучше качество. Вот. А как ты так это-то вбил? Вот. И смотрю, мне Google от самого предлагает. Там, я не знаю, на каком-то... То ли это самое. На пятом, что ли, месте. Или еще что-то. Типа Pornhub. Я такой... Да. Это интересно. Но... Кликнул туда. Вот. И оказывается, там это самое... На Pornhub есть полный этот... Весь этот сезон. И не урезанный. Вот. Без всяких этих, знаешь, там, типа... Без цензуры. Я такой... А вот тут уже можно смотреть. Я, по-моему, даже, кстати, не досмотрел. Но этот... Ну, сериал прикольный. Да, аниме... Я не знаю, как его даже описать. Японцы, конечно... Я... Окей. Хорошо. Я хентай не люблю смотреть и не смотрю. Вот. Поэтому... Мне сравнивать, как бы, не с чем. Но... Как написали в комментариях... Это, типа, хентай, но не хентай. Вот. Ну... Да, раньше был еще этот... А как там анимашка, где этот самый пацан с двойняшками жил. Тоже... Тоже... Вроде хентай, но не хентай. И там... Как-то... Как-то непонятно. Это... Я думаю, это аниме... Это какая-то больная пародия на фэнтези. Вот. Но только там не воюют, а... Как это? Все дружат. Да. Короче, сериал о дружбе. Народом. Вот. Вот. Но он просто... Я посмотрю, что он просто тупо смешной. Вот. И в прямом смысле. Тупо смешной. Вот. Да. Короче, теперь я последним подпишусь. Раз вы уже оба смотрели, я последним подпишусь. Хорошая вещь. Только с друзьями, надо дружить, их не надо иметь. Я на этой неделе наконец-то закрыл накопительный аккаунт в Канаде. Я не помню, если я рассказывал или нет. Но я думаю, это для тех, кто, может быть, живет в Америке, может быть, в России такая же шняга есть. У меня есть подозрение, обычно такая штучка трендится, и она расходится по разным странам, поэтому рано или поздно принимается законодательство, вот. И что-то такое просачивается на местный рынок, денежный рынок, вот. Поэтому я... Обычные накопительные аккаунты в Канаде, например, они налогооблагаются. Вот. То есть, например, если вы работаете, допустим, программистом в Торонто, вот, и у вас есть накопительный аккаунт, и вы туда складываете деньги, потому что живете там в своей машине и по вечерам работаете дополнительно еще в Убере, зарабатываете за все это дело кучу бабок, вот, то в конце года у вас будет большой сюрприз, потому что с накопительного аккаунта все, что вы заработали на нем, а обычно стандартный накопительный аккаунт в банках, там достаточно смешные расценки, ну, допустим, вам дадут 2 или там 3 процента, может быть, если повезет. Вот. И поскольку вы программист, еще работаете Uber и живете в автомобиле, вот, у вас, скорее всего, достаточно хорошая, как говорится, зарплата, вот, то вы заплатите налоги не только на зарплату, а еще на этот накопительный аккаунт. Вот. И те там, допустим, 2 процента, которые вы заработали, на самом деле, очень легко могут превратиться в намного, намного меньше. Вот. Другими словами, в какой-то мере вы будете терять деньги. Вот. Прям как в России. В смысле? А там налоги снимаются общего количества? Все, что ты заработал, да, то есть там, допустим, ты, я не знаю, у тебя есть 100 долларов, ты заработал 2 процента, ты получил 2 доллара, вот, и, а, ты имеешь в виду с общего количества, все, что заработал ты, плюс накопительный аккаунт, да. Они, там нету отдельного налога, только накопительный аккаунт. Допустим, ты заработаешь, скажем, полмиллиона долларов в год в Канаде. А вот. Ты, допустим, платишь, я не знаю, ближе к 50 процентов налогов. Вот с этих 2 процентов, то, что ты заработал на банковском стандартном аккаунте, ты как раз половину отдашь. То есть в лучшем случае ты зарабатываешь там 1 процент. С учетом инфляции ты теряешь деньги в 1, а то и 1,5 процента в год на этом аккаунте. Я думаю, если ты зарабатываешь 500 тысяч в год, ну, то легче просто потратить там лишние, допустим, 5 тысяч на хорошего бухгалтера и... Хороший бухгалтер тебе ничего не сделает, потому что это законодательство. Он тебе ничего не... Ну... Что-то с этого аккаунта, это идет банковская учетка. То есть, что ты скажешь, что это тетины деньги, деньги компании, это твое имя, ты платишь. Ну, да, тогда он тебе просто посоветует, как эти деньги разложить, так что ты окажешься в... Значит, по бумаге окажешься в минусе, и все, ты 50% не платишь. Ну, да, если ты... Если игра стоит свеч. Вот. Все. И, кстати, еще один маленький момент. Для тех любителей, кто любит деньги вкладывать в какие-то дивидендные бумаги, вот, то законодательство в Канаде работает по-другому, и там другие налоги. Вот. Вы уже будете платить не просто подоходный налог на все, что заработаете, а еще и дополнительный налог с дивидендом. Вот. И... Да, но налог на дивиденды, он уже это самое, он отдельно считается от твоего другого дохода, да? Вот. И там, по-моему, налоги меньше. Нет, на дивиденды самые высокие налоги. Серьезно? Да. На дивидендной бумаге самые высокие налоги. Вот. Вот. И самый простой способ не платить налоги, это в Канаде открыть государственный TFSA аккаунт. Вот. И тогда у вас нету никакой головной боли. Вам не надо идти нанимать дорогостоящих аккаунтов там или каких-то корпоративных бумагатеров или еще что-то. Вы просто туда денежку складываете и зарабатываете деньги там. Вот. Учтите, учтите, у этого аккаунта есть... Ну, там капал лимит, да. Там уже лимит есть. Там сейчас лимит есть где-то в районе 60 тысяч долларов, но, по крайней мере, 60 тысяч долларов вы можете вложить и получать доход с этих денег без каких-либо налогов. И к концу жизни, если зарабатывать, если бумаги вложения приносят доход, то вполне можно, наверное, там полмиллиона, а то и больше накопить в этом аккаунте, при этом не заплатя ни копейки государству. Ну вот, пока не решишь снять. Нет, нет, это ты можешь снимать, класть, класть, снимать, не облагается налогом. Этот аккаунт, он специально не облагается налогом. В России ввели налог на счета, если больше миллиона на счетах лежит, то с этих денег необходимо платить налог. Долларов? То есть, если... Миллион рублей. Рублей, рублей. Миллион рублей это не гигантские деньги. Это 14 тысяч долларов. Ну, как-то так, да. Ну, да, нельзя. Скоро это будет 10, да. Что-то тогда мало совсем. Ну, да. То есть, если кто-то пытался от инфляции спрятаться, чтобы хотя бы, хоть как-то покрывалась инфляция процентами, то не получится. Интересно. И, кстати, говоря, для тех, кто думает, что, например, будучи гражданином Канады, работая в Канаде, открыть разные государственные счета в разных странах, чтобы не платить налоги, то официальная позиция Канады, что она не распознает никакие другие аккаунты, которые не будут облагающиеся налогами. То есть, например, в Америке есть такая называется штука, называется Roth аккаунт. И принцип плюс-минус, как у TFSA. То есть, если вы в Америке открываете этот аккаунт, вкладываете деньги и зарабатываете на этом деле, то опять не надо платить налоги в этом аккаунте. Однако, если вы подданы Канаде, то вот этот Roth аккаунт, который не облагаются в Америке налогами, будет облагаться в Канаде налогами. Вот. Ну, как бы так. Я проверял мои два цента, потому что не хочется платить налоги. Мне интересно, а золото-серебро этот облагается налогами? И биткоин тоже облагается. Серьезно? Да. Все, что ты зарабатываешь на золоте, серебро или биткоинах, облагается налогом. Я подразумеваю, что док-коины, снайпер-коины и все остальное, это уж сам будет. Нет, я имею в виду, допустим, ты купил там, не знаю, сколько-то золота, да? И за год там цена этого золота выросла. Ну, предположим, да? Ведь этот Roth, он же не обложен налогом. Ну, рост сам по себе, дай подумать. Рост сам по себе не облагается налогом, но как только ты продашь это золото, ты обязан заплатить налог. И какой там налог? Я думаю, подоходный. Я не знаю, не проверял, но это, скорее всего, подоходный налог. Че бешен, собственно. Вот так вот. Это очень становится интересно, потому что, когда денег нет, никогда об этом не задумываешься. А когда появляются деньги, думаешь, ну, может быть, там что-нибудь купить, там, акции, или там, типа, на пенсию что-нибудь, да, отложить. А вот, думаешь, ну, че, куда сунуть? Посмотришь, такой, а-а-а. А везде, знаешь, рука протянута государству. Плати, 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 плати. И начинаешь понимать, почему всякие там люди в более таком пожилом возрасте, да, или старше тебя, там, лет на 10, да, они все время матерятся про государство и налоги. Потому что, я, ну, я не знаю, ты, наверное, помнишь, когда мы там ездили машины покупать, все остальное, там. О, да. Мы думали, о, государство, государство нагнуть, так это цветой дел, давай, да. Вот теперь я понимаю, потому что после всех этих плати, 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 да, хотя бы там, там, нагреть государство на пару тысяч баксов, ты знаешь, это не так уж и совестно, да, то есть совесть грызть не будет, потому что, как, как, когда начинаются большие деньги, начинаются большие налоги. Не, ну, это одно дело, вот, другое дело то, что, как бы, меня чего напрягает, то, что ты, этот, ты сначала платишь налоги на то, что ты получаешь, в смысле, заработаешь деньги, потом ты платишь налоги, когда ты тратишь эти деньги, ты платишь налоги, когда ты, там, допустим, положил этот, какой-то, этот, сберегательный фонд, и, это самое, и снял обратно, ты опять платишь налоги на, 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 на всю сумму, вот, получается, что, что, этот, чтобы в итоге ты, там. Ну, если ты идешь, на самом деле, если ты идешь в фонды во всякие, типа, там, где люди занимаются твоими деньгами, ты еще платишь им, на, не налоги, а то, что они называют фиец. Ну, да, за, за, за это, за преднаправление твоих. Капитал, да. Капитал, да. Агентство, он, страховое агентство, он, потому что, походу, так, там, там, очень, очень жутко весело, ты этот, кому-то выписываешь, ксиво, что, вот, я, я тебе страховку прописал, забыл ему послать там оповещение, опа, бесплатные деньги, теперь плати больше, еще плати больше, ой. Да, кстати, это, кстати, это интересная тема, надо будет как-нибудь изучить ее, когда будет время, потому что, я знаю, что в Канаде, например, открыть банк, это достаточно тяжелое мероприятие. Просто, просто так в Канаде открыть банк, наверное, практически невозможно. Да, там, там, короче, этот, там ограниченное количество этих лицензий выдается, то ли в год, то ли еще чего-то, ну, типа на открытие банка, вот, и там, ну, короче, там идет такая своеобразная лотерея, плюс тебе нужно этот... Да, там очень сильно все зарегулировано, поэтому просто так туда нельзя сунуться, проблема, ладно. В общем, не специалисты, но, а вот со страховками, мне интересно, потому что есть столько разных страховых компаний, это... Не-не-не-не-не, страховых компаний, на самом деле, не так уж и много, много брокеров есть, вот. А-а-а... Да, как бы, этот, самих компаний, насколько я понимаю, что, этот, их тоже не огромное, ну, в сравнении количества. Тебе стоит покопать, потом рассказать, интересно. Вот, ну, да, вот, я думаю, страховое агентство бы открыть, это было бы вообще, блин, этот, знаешь, там, главное в этих, как вот называют, мелким шрифтом описать, что, ну, если с вами действительно там что-то случится, то мы, как бы, выплачивать по-любому не будем, вот, и все. И можно страховать, там, кого угодно, там, этот, знаешь, найти, к чему придраться. Кстати, о птичках у меня тут знакомый, я с ним не очень хорошо знаком, но он знаком. Вот, и он переезжает в соседнюю деревню, наверное, в следующие пару месяцев. Вот, и у него очень много клиентов страховых компаний. Вот, зовут его Тони, и он итальянец. Поэтому, как там Саша сказал, начали за это, да, а потом на ЛДБТ тему. Извиняюсь, БЛМ тему. Вот, как, говоря о стереотипах, я не знаю, есть ли. Надо Игоря спросить, Игорёк, вообще, в российскому контингенту понятно шутка про Тони и итальянца, или это не работает шутка в России? Наверное, ну, на меня не работает. Наверное, не работает. Ну, короче... Соединит там то, что там ничего себе все дела, но... Да, да, то есть Тони и итальянец, страховые компании. Я только напрягшись понял. Они крышуют. Ты главное, плати. Ну, в общем, Ваня, через пару месяцев, как раз, глубоко осенью, можно будет прокатиться в соседней деревне, поздравить человека с переездом, все такое. Ладно. Спросить, или можно этот долер? Я думал, Ване страховку оформить. Кстати, этот... Большой бонус был бы это самое. В том, что я тогда смогу себе просто страховку выписывать, типа, или все, там уже не важно, насколько я хороший или плохой водитель. Так что, как бы... Не обходя далеко от темы Канады... Когда вчера... Да, вчера... У меня же ребенок, типа, должен был в школу пойти, но коронавирус, что такое... Жеребенок должен был в школу пойти? А, да. Здесь... Здесь устроено, что здесь... Если честно, я уже не знаю, как здесь это все устроено, потому что здесь есть по-разному. Иногда просто начальная школа, потом средняя школа, потом старшая школа. Иногда начальная школа и средняя школа вместе, потом отдельно старшая школа. Вот. Иногда, по-моему, начальная школа, потом средняя и старшая. Короче, я не знаю. Здесь как-то... Здесь 10 тысяч разных названий для одного и того же. И у меня есть подозрение, что это все из-за разных провинций, вот, и наших любимых французов и все остальное, вот, поэтому здесь небольшие странности, как разбиваются, то есть разные школы, видимо, по-разному разбиваются, но, короче, возвращаясь к вопросу, это в начальную школу дети идут где-то в районе четырех лет и начинается, в начальной школе начинается детский сад. То есть четыре года это младший детский сад, старший детский сад и потом первый класс и потом второй, третий, по-моему, там до восьмого или до десятого, я не помню, вот, и потом старшая школа, вот, поэтому теоретически она должна была пойти в школу, вот, но мы выбрали путь максимально сложный, поэтому ребенок в школу не пошел, вот, заместо этого нам теперь выдают брошюрки, или не брошюрки, бумажки, вот, там, что с ребенком делать, чем заниматься на ежедневной основе, причем выдают, кстати, только на две недели, вот, а потом надо обратно возвращаться в школу. Самое забавное, что я у них спросил, ребят, а может быть вы нам просто пришлете, как бы, бумаги, зачем мне в школу появляться? Нет, надо каждую неделю приезжать забирать конвертик, вот, потому что им, им приходит, им приходит куча желтых конвертиков в одной большой коробке. И задача школы, открыть эту коробку, позвонить тебе, чтобы ты приехал и забрал конвертик из этой коробки. Гениально. Приезжая, не надо отдавать другой конвертик? Какие-то, как-то странно, но неважно. И, короче говоря, оказывается, у нас тут учительница объявилась, и она мне прислала, она нам прислала e-mail, где надо зарегистрироваться в школьную систему. Она мне прислала три логина, и словами описала, какой должен быть пароль. Вот, типа, я, это, попробуйте все три логина. Вот, я, короче говоря, попробовал все три логина, ни один из них не сработал, вот, но один какой-то аккаунт залочился. Видимо, потому что я попробовал неправильный пароль. Потому что она мне не прислала пароль, а она мне только, типа, с намеком, типа, вот, что должно быть. Мне очень нравится эта система, когда они сами не знают, какой логин должен быть. Вот, ну, ничего, я ей отписал обратно e-mail, вот, вместе со скриншотом. Со второй попытки она мне прислала один логин и один пароль. Вот, что просто потрясающе. Я зарегистрировался, пошел в профайл и быстренько обнаружил, что сменить пароль нельзя. Гениально. Еще хочешь прикол услышать насчет школы. Давай. У Илюхи же тоже мелкая должна в школу идти. Ну, они, типа, такие... Я надеюсь, они ее не отправили в католическую здесь? В католическую, не знаю. Они хотели отправить этот самый, в французскую школу. И их, короче, они там... Им надо было пройти интервью, там все такое. Вот. Этот... Они, короче, типа, там у них было виртуальное интервью, еще чего-то, еще чего-то. Серьезно? Да. И их это самое... Послали нах... Этот... Потому что надо, чтобы хотя бы этот... Хоть один из родителей говорил по-французски. У нас ребенок пошел в школу с... Опять, здесь терминология. Я не уверен. Потому что, возможно, есть французская школа, а есть еще школы с французским погружением. То, что называется French Immersion School. Вот. И мы ее как бы отправили, да, с французским погружением. Но не потому, что мы хотели, чтобы она французский выучила, а потому что, судя по статистике, в этой школе где-то третьему-четвертому классу математика самая сильная в нашей, как бы, деревне. Вот. Но, да, то есть мы ее записали тупо в этот... Там, хотите, типа, French Immersion, так я тут... Говорить она по-французски никогда по-любому не будет, но почему бы и нет? Без проблем. Ничего. Никакого интервью. Все. Интересно. Ну, да. То же самое, как я учил немецкий четыре года, знаешь, там, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Нет, шестого класса, не помню. Где-то там четыре года учил немецкий. Не, ну, французский все-таки, знаешь, в Канаде есть больше возможности французский послушать, поговорить там. Так что... Если ребенку очень захочется, она может сама из подкастов выучить французский. Ладно, не буду никого учить, лечить. Если я смог, знаешь, выучить испанский, там, за несколько недель достаточно, чтобы кому-нибудь послать за пивом, то я думаю... А ты бы понял, если бы тебя послали куда-нибудь? За пивом, если не за пивом. Думаю, да. Если они будут говорить достаточно медленно. Ну, так что я знакомлюсь с экономической системой в Канаде. И могу сравнить пока что школу и университет. И вынести однозначное решение, что в университете все намного лучше. По крайней мере, с IT стороны. В школе кошмар. Я надеялся, что это самое, что они хоть немножко догнались. Но, походу, все как было, так и осталось. Да, я... Ладно. Комментировать не буду, потому что, опять же, я не знаю, что там происходит. На прошлой неделе, кстати, у меня было сделать фотографию. Но я постеснялся, поэтому я просто словами опишу. На прошлой неделе я делал слив. Вот. И потом сделал успешный разлив. Первый раз за все годы автообслуживания у меня есть такой тазик, куда я сливаю все. Кому интересно, на YouTube зайдите, посмотрите. Там есть видео. Я надеюсь, Саша скоро новое видео выложит. А вот. И там тазик. Вот. И я не знаю, каким боком это случилось. То есть никогда такого не было. И вот я этот тазик, когда все масло слил, причем так, знаете, душевно, все 4 литра. А вот я его каким-то боком поставил в проходе. Вот. Причем там, где ходил. И как вы можете догадаться, я на тазик не просто в тазик наступил. Наступил бы, это не было проблемой. Нет. Я наступил на край тазика. После чего тазик навернулся и разлил масло по всему гаражу. В общем, было весело. Да. Я на сих пор не могу понять, что меня сподвигло на подвиг поставить тазик в проходе. То есть никогда такого раньше идиотизма не делал. Я его всегда в сторону ставил. А здесь ты как-то, не знаю. Зато посмотри на позитивную сторону. Теперь у тебя этот проход будет водостойким. Это правда. Да. Там в бетоне стоит столько масла, что это. Швана просто не впитается. Хорошие новости, люди. Я в конце октября беру две недели отпуска. Насколько я понял, что в отличие от России, в Канаде вакцины не светят, не пахнет и вообще ничего. Поэтому я понял, что ждать и надеяться бесполезно. Я в конце октября беру, наверное, две недели отпуска. Едешь в Россию. Да, за вакциной. Нет. И у меня там будет где-то на четыре дня путешествия на север. А потом я буду дома работать. Типа отдыхая, работая, отдыхать. На север? Да. Я еду на лосося. На лосося. А ты это купил? Как он называется? Разрешение. Да. Нет, я не купил разрешение, но мне прислали веб-сайт. Вот. И возвращаясь, как говорится, к канадской теме, плати, 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 плати. Да, если вы хотите в Канаде рыбачить, охотиться, дышать или жить, то вам надо платить. Чтобы порыбачить, чтобы порыбачить один день, 12 долларов. Ну, ты там, по-моему, на год можешь за 40 взять. Да, но поскольку у меня ни удочек, ни лодки, ничего нету, поэтому... Причина, чтобы купить удочки и лодку. Потратил 40 долларов на лицензию. А теперь, типа, джип, лодку, да. Ну да. Оборудование, удочки. А потом будет, как в анекдоте. Продаю два окушка. Стоимость... Вес 250 грамм. Стоимость полтора миллиона рублей. Вы спросите, почему так дорого? Ремонт джипа. Столько-то рублей. Покупка лодки. Столько-то рублей. Утопленная лодка там и все такое. Ну, в общем... Теперь вы понимаете, что я прошу еще мало. А на самом деле у нас тоже есть лицензии. И за лов, и за все остальное. Единственное, что практически никто не платит. Ну, на лососе по-любому. Без лицензии сложно будет. У нас, по крайней мере, в Карелии, РИП-надзор научился с дронами управляться. И находит по дронам, кто ловит лосося. Подъезжает и уже штрафует. Честно, я никогда вообще ничего не ловил. А вот, кроме... Ладно, не буду шутить, а то опять... Вот, но... Как бы, да... Как это все просматривается? Я, например... Сейчас я тебе пристал... Сейчас я тебе расскажу, как я это вижу. И, кстати, я еду с этими... Со своими... Я еду с девушками. Со всеми... Я еду с четырьмя девушками. С тремя девушками. Минус ребенок. Девочка. Ну, в общем, короче говоря, полная машина девочек. А вот. И двое из них, они умеют ловить рыбу и все остальное. Они меня будут учить. Но я никогда не ловил. И, как я себе представляю, это... Какая-нибудь такая... Тихая, туманная обстановка. Какая-нибудь река тихая, спокойная. Я туда гружу ящик пива. Вот. Удочки. И мы тихонечко гребем или едем. Куда-нибудь там в центр. Я закидываю туда крючок, удочку, поплавок. Открываю пиво. И меня где-то вечером в коматозном состоянии привозят обратно. Как на самом деле это происходит? Или у меня правильно это... А, не. А так получается, когда ты не на лососе. Когда вот просто на всяких окуньку, там еще чего-то. То так это примерно... Это и получается. Это просто... Ты... Ну, если ты серьезно что-то хочешь поймать, то обычно надо ловить либо рано утром, либо это самое, фортно, вечером. Рано утром, по-моему, самое лучшее. Вот. Но ты... Да, ты просто вот берешь с собой ящик пива, выходишь на там пристань, еще чего-то и, короче, рыбачишь. Вот. Пока пиво не закончится. Вот. Если тебе повезет, то даже, может быть, что-то ее там и поймаешь. Вот. Но не в этом же прикол, да? Как бы задача не поймать, а порыбачить. Вот. А на лососе, по-моему, там этот... Тебе все-таки придется немножко поработать там. Если хочешь, можешь спросить у этого, у Мишки. Вот. Я думаю, Игорек знает, как с лососем управляться. Ну, с лососем нет. Это у нас лицензионный лов, стоит дорого, шансов немного, поэтому я про лососи ничего не знаю. А, вообще у нас есть... Ты сначала заплатил за то, что ты потенциально можешь поймать. Что выходит гораздо дороже, чем ты реально, скорее всего, поймаешь. Ну, и это тоже, да. Вот. А вообще... У нас есть два понятия. Поехать на рыбалку и поехать за рыбой. Я в основном езжу за рыбой. Но многие мои знакомые ездят на рыбалку, да. А на рыбалку, это да, это коматозное состояние, все дела. Главное не результат, главное процесс. Да, 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 да. Не, ну, в прошлом году этот, мы же в этот, с Илюхой гоняли в Алганку, не Алганку, там, по-моему, а за Алганку. Вот. Вот, у нас получилось что-то вроде пополам. Что вроде и состояние не совсем коматозное было, но и там этот завтрак все-таки поймали. Вот. Ага. Будка, где в сети, ну, там, вода была, там, ну, типа с раковиной, все такое, там, этот столик с этими ножками, чтобы рыбу чистить и потрошить. Ну, короче, все там, как бы, уже для тебя готово. Вот, и просто приходишь туда, распотрошил, там, зачистил рыбу и все зашибись. Вот, получилось так, что, этот, когда мы туда пошли, мы там, это, пиво закончилось, вот, ну, и в промежутке, там, этот, по-моему, две или три рыбешки поймали. Вот. Ну, они такие были, знаешь, где-то, я бы сказал, каждая с полкило. Вот. Так что, было нормально, этот, на завтрак сразу же, там, на обратном пути, просто этот, в будку, этот, а нет, мы отдали это Ольге, и Ольга пошла, там, в будку, это самое, и притащил мы ее просто. Просто эту рыбешку на гриле просто зажарили, и был очень вкусно. В общем, расскажу, мы, кстати, насколько я понял, тоже ембалгаркан. Я, я участие принимаю только пассивное, поэтому у меня было всего два требования. По сути, одно... Чтоб там было достаточно пива и... Не, это, это я могу сам привести. Чтоб там, там был этот, или джакузи, или, или этот, парилка. Вот, но, походу, там будет и то, и другое, поэтому я, в принципе, доволен. Единственное, единственное, четыре дня маловато, но... Да нет, я думаю, это, как бы, тебе как раз должно хватить. Первый день, там, будешь отдыхать от дороги, на второй день можно попробовать, на третий день, если понравилось, еще раз. Вот, а потом четвертый день, типа, ну, полдня уже собираешься, так же. Да, я... И потом будешь отдыхать, а то отдыхать, да. Да, потом будешь отдыхать, а то отдыхать. Как бы, особенно, если ты, так сказать, не опытный, не привыкший к этому делу, вот, то, я думаю, четыре дня это будет идеально. В зависимости от твоего, от твоей предрасположенности к таким предприятиям, вот, ну, да. Так, две недели, нет, две недели, плюс-минус две недели назад, я думаю, я наконец-то закончил читать великолепную книгу от дядюшки Боба, Agile Back to Basics, вот, и на прошлых выходных я почти закончил эту рецензию. Эм, я хотел обсудить одну забавную тему, возможно, даже две, вот, тема ценностей. Я, я думаю, может быть, сперва начать с моего... Очень, ладно, я, сейчас, сейчас будет куча негатива, вот, поэтому все... Я предупреждал, кто не спрятался, я не виноват. Вот, поэтому я заранее выскажу все самое хорошее, вот, чтобы потом люди не думали, что книга плохая и не стоит ее, типа, черный список и не надо ее читать. Ни в коем случае, книга очень хорошая, мне она понравилась, короткая, написана доступным языком, с хорошим юмором, все четко, понятно, и она подойдет двум категориям, или даже... В принципе, она, я думаю, она подойдет всем категориям людей, но по разным причинам. Для начинающих... Чуть не сказал криптоманов. Для начинающих программистов она подойдет тем... Или для начинающих, тогда не программистов, для начинающих аджилистов она подойдет тем, что достаточно просто и четко показывает, в чем суть. Для тем, кто этим занимается, практикует аджилистов, она напомнит, как бы, чувак, вот оно все, ты уверен, что там где-нибудь не хромаешь? И для со всех продвинутых аджилистов, которые делали это долгие годы, она напомнит то, что, чувак, ты слишком много об этом паришься. Вот, что на самом деле надо. Вот, поэтому... Хорошая книга, вот. Она короткая, поэтому там глубинки особо нету, но, по крайней мере, все четко и по всем бьет по всем нужным местам. Теперь, у меня есть две претензии. Одна претензия, которую я обсуждать, в принципе, не собираюсь, потому что это такая, наверное, как минимум долгая философская тема с очень непонятным исходом, по крайней мере. Для меня это точно. Это тематика, как аджайл практика вообще может вливаться в большие корпорации и большие проекты. Ответов в книге, кстати, на это не ищите. Там есть... Там ответ есть, но абсолютно бесполезный. Вот. И чтобы сохранить, как говорится, suspense, сократить ваши ожидания, ответ простой. Аджайл только для маленьких команд и маленьких проектов. Успеха вам. Вот. Вторая тема, более такая интересная, которой я уже парюсь долгое время. Я не могу понять, как это вообще к этому подойти. И ответы в книге, как говорится, больше соль на рану сыпят, чем... То есть для тех, кто не варился в этом, это понятно и просто. Да. А для тех, кто в этом варился, как я, для меня возникает больше вопросов и как бы только разжигает. Ладно. К вопросу. А я хотел поговорить о value и это ценность, насколько я понимаю, по-русски переводится. Надежно. Надо игре дергать. Ну да, либо ценность, либо значимость. Ну, по сути, одно и то же. Ну, я бы так перевел. Кстати, ты как, с Agile дружишь? Ты знаешь, что такое стендап? Да, знаю. Я пытался его привить в той команде, где я был тем лидом. Очень хорошо. После этого я возненавидел людей. Больше всего. Еще лучше. Ты наш человек, это точно. Короче говоря, ценность особое значение. В Agile, по идее, да, мы выбираем, как бы весь поток работы идет, с учетом того, что любая работа, которая собирается, которая планируется, и любая, соответственно, работа, которая уже была сделана, она имеет самую большую ценность. Потому что изначально выбираются самые ценные, самые значимые работы. Однако, я не готов обсуждать, какая работа является более значимой. Потому что из моих пониманий и опыта, обычно значимые задачи работы приходят от бизнеса. Это когда обычно хорошо одетый, прилизанный и даже человек, кстати, помазавшийся одеколоном, или как он там, короче говоря, не вонючий, вот, приходит к нам и говорит, что вот если мы сейчас запилим вот это и вот это, то у дилеров, дилерам это очень понравится. И продажи нашего продукта будут идти вверх, соответственно, денег будет больше, соответственно, ценности больше. Вот, и обычно с такими чуваками никто из программистов не спорит. Потому что мы не знаем, что является ценностью, а что нет. Потому что то, что мы рассчитываем какую-то фичу, которую мы видим как ценность, в зависимости от бизнес-сферы, это может не расцениваться ценностью. В особенности из личного опыта я прочувствовал все это дело, когда брал всякие бизнес-сессии, то есть сессии про наш компанийский бизнес, и когда человек показывал там, а вот эта фича убер-популярна. Я так смотришь на нее? Серьезно? Ну, в идеале, в этом, в аджиале, то ты там, ты как программист сам должен встречаться с этим, с клиентом. А оказывается, нет. Серьезно? Да. Клиент – это не факт, что это end-customer, или в данном конкретном случае, что это там дилер. Вот. Нет. Клиент – это очень расплычатое понятие. Фактически, если у тебя есть какой-то человек, который общается с непосредственным кастомером, для тебя он является как раз твоим кастомером. Поэтому, если ты напрямую с ним общаешься, а не через всяких там аналистов, e-mail и, я не знаю, там, три этажа чатов, то, да, если у тебя есть к нему прямой доступ, то тогда все в порядке. Угу. Вот. Но, как бы, ладно. Мы сделаем скидку на то, что он приносит правильные задачи от покупателя. Мы предположим, что он знает, о чем он говорит, да? Ну, да, вот, поэтому я эту часть я разбирать не хочу, потому что, опять же, это бизнес-сфера, которую можно размазать по-разному, и никто из нас бизнесом, я не знаю, если только Игорь не занимается бизнесом, но из нас двоих точно никто бизнесом не занимается. Вот. Что привлекло мое внимание, это то, что с технической точки зрения все, что, то есть, например, если вы хотите впихнуть в ваши задачи, вы хотите впихнуть какой-нибудь рефактор, или забудьте про рефактор, рефактор вообще, слово меня всегда пугает, оно какое-то сложное и звучит как-то жутковато. Что, какой-нибудь, например, скрипт, допустим, какой-нибудь разработчик, какой-то кусок кода, который может потенциально жизнь исправить в всей команде разработчиков, разработчиков. Или, или, еще вариант, адаптировать какую-нибудь практику разработки, которая, по идее, улучшит жизнь, опять же, всем разработчикам. И с этим, с этим вот это вот понятие ценности, вот это меня заступорило, потому что я из своего опыта, я зашел в тупик, потому что я не понимаю, меня, меня это, меня это даже отчасти раздражает, потому что я не понимаю, как, как вот эта вот идея того, что мы, мы, мы будем делать самое ценное. Теперь мы, допустим, кто-то придумал практику или кусок кода, да, который, по идее, должен облегчить жизнь, и теперь как, как оценить это все дело? Как в команде вот это вот, как по agile вынести все это на форум и сказать, ребята-программисты, менеджеров здесь нету, никого здесь нету, давайте вот это вот запилим, потому что я в этом, в этом вижу большое количество ценностей. И кто-нибудь скажет, ну, как бы, как ты это дело оцениваешь, а дальше что? Ну, как, ну, в этом случае это, как бы, это, ты сам себе клиент, правильно? Ну, смотри, дай, 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 немножечко тогда добавлю. А как, как доказать группе программистов, что твоя идея имеет ценность? Например, давай, давай возьмем, давай возьмем мой, мой больной и любимый момент, потому что я не хочу придумывать, я хочу что-то, я лично дам просто пример, что-то с опытом и с достаточными знаниями. Ты приходишь и говоришь, ребята, давайте с сегодняшнего дня будем делать ДДД, потому что вы мне не поверите, но у нас уменьшится количество багов, и будет проще и быстрее программировать, потому что нам не надо будет дебагить, и вы вот, вот, вы там сможете исправлять код, которого там, в общем, нахуярили. Вот, 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 например, я, я лично, как, то есть, просто выходя к народу, моя, мой подход вот с этим делом, да, это сказать, ребята, а теперь вы все это делаете. Вот это мой подход. Это не Джейл подход. Я, я, да, поэтому, поэтому. Зависит, но. Ну, поэтому я говорю, здесь, здесь это может не разбирать, но это, как бы, мой подход. А вот, аджайл подход, да, чтобы, вот, убедить, что в этом есть ценность. Как, как вот это, вот, в одном слове, мне кажется, что это не работает, что это глупость. Ну, ну, во-первых, тебе это надо оценить, вот, и, чтобы оценить, тебе, тебе надо именно узнать, сколько это, как это называют, сколько ты тратишь на этот, ремонт багов, правильно? То бишь, тебе надо просто взять этот, как, этот, в свой спринт, ввести этот, типа, баг-карты, да, которые, по сути дела, являются этих, technical data, да. Что, если ты с экономической точки зрения посмотришь, то это, как бы, отрицательные поинты, да, это те поинты, которые ты мог бы потратить на этот, на произведение какой-то, на создание какой-то фичи, да, вот. Но тебе надо фиксить этот баг, поэтому, вот, ты тратишь... Очень хорошо. Допустим, даже у тебя это есть. А, кстати, да, подожди, Игорек еще что-то там хотел добавить перед тем... Ну, во-первых, TDD это достаточно сложно так вот сразу убедить. Тут проблема в чем? Во-первых, для кого-то это увеличит количество story points. Ну, чтобы выполнить задачу. Это раз. Во-вторых, я бы карты не вводил, я бы это просто на ретроспективе оценивал бы, и следующий спринт запускали бы с TDD, например. Но, опять-таки, по двум-трем спринтам это будет непонятно. Приносит это поинты или нет, ценности ты не увидишь сразу. А может, я еще... Ценности, она появится потом. А я еще добавлю тогда для полнейшего кайфа. А это, как скажу, вот, допустим, баня принес все это дело, да, и сказал, ребята, вот, багов будет меньше. Я скажу, заебись, давайте просто писать юнит-тесты, да, потому что я знаю, что, возможно, мы там немножко халтурим, да, и мы просто иногда пропускаем юнит-тесты. Короче, давайте заместо того, чтобы тут какой-то хуйню, тдд и все остальное, давайте просто писать хорошие тесты. Да, это тоже работает. Да, это тоже работает. Да, и ценность тут оценить легче людям, которые никогда не писали TDD, там, ну, не работали. По TDD они здесь найдут ценность выше. Там, это, с написанием тестов позже, там, единственная проблема, то, что оно работает, но только работает, когда качество тестов высокое. В смысле, опять же, там, пишут профессионалы и все остальное. Ну, вот. Так, и TDD можно тоже делать. Ну. Плохо и тоже будет качество не такое. TDD, оно, там, там легче проследить этот, знаешь, этот, как бы, валью и этот, легче показать, типа, откуда, чего, зачем ты написал, да. Если ты делаешь TDD, ну, по правилам, что там, знаешь, ты там ничего не пишешь, пока у тебя там нету проваленного теста и все остальное. Вот. Проблема с написанием тестов после, это, это то, что, этот, ты, как бы, ты угадываешь, знаешь. Давай, 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 давай согласимся, да. Вот, я, допустим, даже скажу, что ты прав. Теперь, как ты, как, да, ну, это, это будет на уровне веры. Ты прав. Теперь, как, как ты вот это, вот, знаешь, поставишь, как ты это обоснуешь, потому что нам же нужно ценность показать. Угу. И, кроме того, что надо еще, можно еще добавить второй, да, следующий уровень сложности, это, кроме того, что убедить команду, что в этом есть ценность, потом еще нужно будет, допустим, еще это каким-то образом и убедить. Жень, ты, 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 это, ты, ты просто путаешь некоторые вещи, ты, ты об этом деле судишь, как, как будто это, этот, как называют, как будто это отдельная, блин, история, да. Ты, ты ценность показываешь на этот, на этот, именно вот историю, которую ты пишешь, да, вот, то есть история должна иметь там ценность, вот. Другой момент, то, что, что ты там используешь, как, как ты программируешь это дело, это, это другой момент, вот. Если ты хочешь увидеть ценность в применении ТДД против того, что ты не применяешь ТДД, то, как Игорь сказал, что этот, ну, на, за два-три спринта ты это, скорее всего, не увидишь. Опять же, опять же, в зависимости, или у тебя ранний проект, или проект уже, там, знаешь, по уши этот, погряз в этот, в багах или еще что-то в этом духе, но ты фактически, этот, тебе надо следить, этот, тебе просто надо следить за этот количеством новых багов, вот и все. Это, 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 это вот будет твоя ценность, потому что, если, если ты сначала потратил, это, допустим, три поинта на написание истории, вот, а потом ты потратил эквивалент, да, там, или эквивалент трех поинтов на переписание этой истории, потому что там был баг, вот, да, то ты сразу же, это самое смотришь, вот это, вот это самое. Вот у нас за последние, там, знаешь, этот, смотришь за последние сколько там спринтов, сколько у нас новых багов. Да и, в принципе, чисто артически можно за три спринта тоже этот результат увидеть, вот, если ты просто следишь за именно появлением новых багов, вот, и ты, знаешь, правильно следишь, а не так, что там, знаешь, мы, а, ну, мы это не назовем багом, мы просто скажем, что это, типа, фича, и заместо того, чтобы назвать это багом, мы просто скажем, что у нас новая фича, которая будет вот этот баг фиксить, да, когда ты кривишь душой, так, то, конечно же, не сработает, вот, а если ты будешь называть все вещи своими вещами, своими именами, то кто-то тоже их называет. Ну, Женя, знаешь, когда человек не хочет, то там уже по барабану, что ты там предлагаешь, этот, как бы, я бы сейчас с удовольствием даже наш проект, этот, ТДД шел, но у меня этот, я команда не хочет. Так, вот, я думаю, я думаю, это финальный босс, сейчас я вам, сейчас, сейчас я вам нарисую финального босса, и мы можем туда-сюда, как говорится, ходить по теме, говорить о ценности, но вот вам финальный босс, да, кривить душой не хочет. Кому, 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 кому вот это вот надо? Потому что, давайте, давайте разберемся. Я как программист, а еще лучше, если я контрактник, если мне одна и та же самая карта, допустим, приходит дважды, вот я нахуярил, ну, вот, почти работает, потом еще столько же времени я ее фиксил. По часам это, наоборот, даже мне хорошо, потому что я набиваю себе деньги. А вот, для, для QA это тоже не так уж и плохо, потому что они делают свою работу, они находят баги. Да, но тогда ты работаешь не на ценность, знаешь, не на этот, как бы, не на производительность, а на время. Вот и все. Нет, в данный момент я работаю на ценность, но только на себя, в свою собственную ценность, в свой собственный кошелек, если конкретно. Ну, да. Так это же не Adjile. Adjile, он работает, когда работает команда, на продукт, на результат. И тут основная проблема для меня оказалась, когда я пытался его внедрить, это я не оценивал команду, я не понимал, что она, вот, они как раз работают на себя, они на зарплату работают, на продукт. И когда я это увидел, я их возненавидел, потому что они прямым текстом это сказать не могут, потому что они сразу вылезут. Но они всем своим видом и всеми своими действиями показывают то, что им плевать на продукт. Им главные поинты набивать, деньги в карман идут, время идет, солдат спит, служба идет, все. И нафиг надо что-то там, что-то делать, какой-то продукт, куда-то рваться, зачем? Все правильно. И вот это вот, вот это меня начинает, то есть, меня очень сильно беспокоить, потому что я этим мучился долгое время, но, к сожалению, мысль подошла только к тому времени, как закончил книгу, потому что они об этом в конце говорили, и я как-то опять задумался, потому что я никогда, вот, сколько лет работал, когда мне говорили слово value, я не понимал, что это значит. И отчасти я до сих пор не понимаю, что это значит. Потому что... Это ценность продукта, который ты производишь. Это ценность продукта или чья-то другая ценность. Как? Как? В agile нет ничего важнее, чем продукт. Да. Это agile. Как бы этот... Ты дано пропустил. Знаешь, ты просто пропустил дано. Если твоя команда хочет получить продукт. Это очень хорошо. И было бы здорово, если было бы дано, но дано нет. Это все... Это есть реальность, где есть люди с клавиатурами. И когда пытаешься работать через agile, через вот эту вот ценность, то первая инстанция должна быть объединить или найти общую ценность. Или сосредоточить вот эти вот ценности на продукте. А не просто говорить о ценностях. Вводите waterfall, бьете всех по шапке. Через месяц, когда они понимают, что по шапке больно получать, вводите agile, они понимают, что можно мягче, можно проще. Можно оказывается со смазкой и приходят на agile. Да, а другой момент, это как... Я думаю, самая большая проблема agile в компаниях, это то, что у людей зарплата почасовая. И особенно в большой компании, то почасовая зарплата, там уже как бы приоритеты переходят больше в... У меня задача как бы просидеть 8 часов, а не что-то сделать. Вот. И тогда уже как бы, да, если у тебя команда просто не хочет, как бы, ну, у команды не приоритет сделать продукт, вот, или сделать там что-то, знаешь, если зарплата неиздельная, то, ну, да, как бы, а что ты ожидал, как бы, ты хочешь, чтобы люди работали больше за те же самые деньги? Ну, конечно же, это не получится, да. Вот. А если у тебя в твоей команде, типа, задача именно сделать продукт, знаешь, они заинтересованы в том, чтобы сделать продукт, и они хотят этот продукт в смысле производить там лучше, быстрее, все остальное, или там, допустим, скажем так, в этот, я когда начал работать на Форде, да, вот, у нас была такая маленькая аннотация, там, с нашей позиции, да, вот, что этот, у нас сервис должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, этот, и мы также, мы не только эти, как называют, разработчики, мы еще так, ну, также и сам, и техподдержка. То бишь, если, если наш продукт будет постоянно ломаться, это значит, что постоянно кто-то, блин, знаешь, среди ночи будет просыпаться и ремонтировать эту хрень. Вот, и мы буквально за два месяца, мы поняли на своей же шкуре, что, ну, я лично не хочу, чтобы у меня продукт ломался там, это, среди ночи, и мы пересмотрели наши эти, как бы, убеждения и ценности, вот. Для меня было ценно то, чтобы там эти всякие баги не вылазили, да, вот. И у нас все работало, зашибись. Agile шел, блин, полным ходом, у нас этот, у нас это ДДД было, и все, все было заебись. Вот. Я перешел в команду, которая там, ну, ну, главное, чтобы оно там, у нас продукт такой промежуточный, главное, чтобы он хоть как-то там работу сделал там в течение, там, ну, с понедельника по пятницу, с 9 до 5, вот. И, короче, ну, через шесть месяцев этот продукт, короче, когда миграция пройдет, автомобили с одного, с одной системы на другую, то, как бы, этот продукт уже будет неважен. Какой там ТДД? Ёлки зеленые. Ну, в худшем случае, да, если там что-то нагнется, ну, мы быстренько возьмем его там, ручками подкрутим, или там, блин, скриптик какой-нибудь запустим. Какая нафиг, нафиг нам ТДД? Знаешь, время идет, этот, там, знаешь, зарплата капает. Этот, как бы, зарплата капает. Зачем тебе стабильный продукт, который ты знаешь заранее, что через шесть месяцев ты его сотрешь, нафиг, он никому не нужен будет. Вот. Те главное, чтобы он сейчас сделал. Единственное, что ты делаешь, это ты на скорую руку пишешь там какую-нибудь программольную, которая плюс-минус работает. Ну, если не работает, прогоним этот, подфиксим и прогоним еще раз. У меня, у меня, у меня есть подозрение, о котором я писать в блоге не буду, я его просто озвучу, потому что, опять же, на это нужно, об этом нужно подумать еще больше, а я, не додумав, но я выскажу. У меня есть подозрение, что на самом деле Agile бред. Эммм, нет. Это... Я думаю, он не бред, если вся команда понимает его ценность. Это уже сложный момент. Мне вот в моей команде не дали давать нормально по шапке. Когда я просто вот выговаривал человека на митинге, он стоял, да, 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 я виноват, я виноват, головой кивал, да, все, в следующий раз такого не повторится. Повторялось. Повторялось от митинга к митингу с одним и тем же человеком. И Agile тут вообще вот никак не сработал. Я думал, что вот его заинтересует там все там и ценность продукта и все. Нифига, нет. Тут с людьми, вот если люди собрались нормальные, и тут, наверное, новую команду проще собрать. И здесь... Этого мне тоже не дали. И здесь, я думаю, наверное, я думаю, закрыть от простой аналогии. Agile – это что-то типа как для спецназа. Маленькие группы людей очень хороших, высоконатренированных, которые могут брать то, что нужно брать. При этом та же самая техника и те же самые причиндалы абсолютно не будут работать в общей армии. Потому что есть, знаешь, там люди с повышенным IQ, с повышенными способностями, которых берут, тренируют, и они берут вершины. А есть просто солдаперы. И все. И вот agile – это, на мой взгляд, я начинаю видеть это примерно как то же самое. Что это бред для масс, который был разработан исключительно для маленьких, высоко, наверное, интеллектуальных способных людей. Не, я бы сказал, что agile в идеале работает для стартапа. Когда ты являешься частью, знаешь, ты заинтересован в том, что, а, оно будет работать, б, ты владеешь часть акций и все остальное. Ты заинтересован в том, что, а, ремонтировать как можно меньше багов, двигать как можно больше, предоставлять ценности и так далее. Вот, и ты там, знаешь, ты и разработчик, ты и техподдержка, и все остальное. Тогда, да. Маленькие команды спецназа. Да. Или какие там еще есть выше по рангу. Я могу напомнить, что есть в России еще такая в армии штука, как эти, стройбат. Им вообще оружие не дают, только лопаты. Так вот. Да. Так суть в том, что научить-то можно любого, быть спецназовцем и кем угодно. Другой вопрос времени и целесообразности. Я так думаю. Поэтому иногда проще плюнуть на этот agile и... Я так не думаю. Извини, я не соглашусь, что научить можно любого. Извини, я не думаю, что... Ну... А вот это глубокий либерал в тебе просыпается. Ну вот есть такая компания небольшая, Spotify, которую мы недавно вспоминали в чатике. И там agile нормально рулит и бегает. И все нормально. Все довольны. Я не спорю с этим премисом, что там, да, и то же самое, как в Amazon, agile тоже работает. Проблема не в том. Проблема в том, что там отбираю... Есть как-то индустрия at large. По-русски уже начинаю страдать, выражать свои мысли. Есть общая индустрия. А есть компании, которые, знаешь, набирают людей специально. Есть, извиняюсь, компания типа Rout1, где ты можешь написать Hello World, у тебя добро пожаловать. А есть компании, где отбирают людей. И ты думаешь, на интервью можно определить, человек подходит, будет по agile работать хорошо или плохо? Нет. Отбирают не под agile, отбирают по способностям, по мышлениям. Понимаешь? А потом они в agile вписываются легко. Конечно, конечно. Но как бы у меня претензия к тому, что, знаешь, ты будешь играть любого, может, человека. Любого, в смысле, знаешь, которого полудурик. Да, ну что ты ему там научишь? Ну, в теории можно любого научить, если он согласен учиться и заинтересован в этом. Но, опять же, если человек... Не согласен, пойдет в страйбат. Все просто. Ну да. Просто будет такая команда в компании, где будут одни страйбатовцы. И будут по agile копать от забора и до обеда. Нормально. Я считаю, что не, agile везде применим, на мой взгляд. Единственное, что тут компания вся должна быть настроена на то, чтобы его использовать. Ни одна команда компании. Если вся компания не приняла этот тезис, что вот продукт это все, тогда человек будет смотреть, ну, в другой команде нормально работает без agile. И что я тут буду? Мне главное, 8 часов у станка отстоял, гайку закрутил, все. Не закрутилось, ну, какая разница? Я стоял, я крутил. Я, кстати, с тобой поспорил на поводу 8 часов у станка. Я считаю, это правильный подход. 8 часов постоял, поработал, не работает, оставь на завтра. Я не считаю, что нужно работать по 2-3 часов. Даже если ты стоял у станка, крутил гайку, но при этом не догадался взять другой ключ, который можно закрутить? Завтра. Ну, не знаю. Завтра, ну, отлично. За это я не люблю корпорации, но... Не-не-не-не-не, это не корпорация, это из моего личного опыта. Обычно, когда работаешь больше 8 часов, я не говорю, что можно работать больше 8 часов, ну, по редким отключениям. А вот, ну, если... Нет, нет, я не имел в виду, что работать именно 8 часов. Я имел в виду, что ты, если ты стоял 8 часов, тебе сказали, вот гаечный ключ, вот гайка, крути. И ты стоишь 8 часов и крутишь. Мне сказали, я делаю. Все. Закончилось время, положил ключ, ушел. Это, я считаю, что по waterfall работает. А если ты работаешь по agile, ты попробовал 5 минут, не получилось. Ты пошел к соседу, спросил, а как крутить? У меня что-то не крутится. Он тебе говорит, возьми другой ключ. И ты через 15 минут закрутил. И крутишь следующую гайку. Это уже другой вопрос. И когда ты нацелен на результат, и я считаю, что если бы команда вся, компания, точнее, не только команда, а компания вся была настроена на agile, человек, который крутил бы гайку 8 часов вот тем ключом, который ему дали, ничего не получилось. Он через пару спринтов просто уходит в другую команду, где не надо такие интеллектуальные способности проявлять. Он крутит, вот да, ему дают четкий инструмент, четкую гайку, и он четко крутит. Молодец, все, накрутился, уходи. Кстати, я сейчас этот самый интересный момент вспомнил. Я на ютубе, блин, мы пока на работе, там на ютубе играть, всякая херня. Вот, и там это было интересное такое видео, это размышление на тему, этот, в каких странах, этот, люди сколько работают, и там, и типа, как они живут, и все остальное. Вот, и интересным сравнением было этот Германия с этот США. Вот, и сравнили, типа, сколько в среднем там люди работают, и этот, и как там люди живут, и все остальное. Вот, и чувак такой привел интересный этот, как бы, пример, то, что в США поощряется то, что ты работаешь много часов. Ты там отвечаешь, этот, на рабочий телефон, там, типа, отвечаешь на выходных, ты там работаешь, этот, знаешь, сверхурочный, там, так далее, и это поощряется, что ты там долго сидишь, ты там на работе, вот, и ты, 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 ты весь такой, типа, а-ля работаешь, вот. А при этом этот, вот этот, в Германии, типа, люди в среднем работают меньше, но почему-то, вот, как бы, этот, типа, живут лучше, производительность выше. Вот. Бестолковая активность. Да, да, потому что, потому что, как бы, ну, в США, как правило, людям по часам платят, да, вот, и, как бы, солдат спит, служба идет, какая нафиг разница, да, вот. Этот, по его словам, что, этот, в Германии все оценится на производительность. То бишь, если ты хочешь угодить своему боссу, то ты не дольше работаешь, а ты за то же самое время произвел больше. Вот. Если взять эту аналогию, опять же, и возвращаясь к ценности, да, вот, если компания оценивает именно ценность твоего продукта, типа, сколько, сколько твоя команда произвела, вот, чего, да, вот, и, соответственно, этим поощряется, и все остальное, там, ну, допустим, не знаю, делать, там, эта задача, что, чуваки, нам за эту неделю, вот, надо запилить. Вот. Если вы раньше это запилили, там, ну, за этот спринт еще чего-то, вы раньше запилили, ну, тогда потом там сидите, свои проекты пилите. Вот. Главное, чтобы за этот спринт нам вот это сделать, да, вот, ну, что-то такое сделать. Вот. Мне кажется, эта система не работает. Ну, почему? Потому что, опять же, возвращаясь к ценностям, да, то есть, начинает, начинает конфликт интересов, да, то есть, мне интересно попилить свободное, говорится, рабочее время свой проектик, чем, там, писать какой-то код для компании. Вот, поэтому по мне вполне рационально мысль пройти, да, нахуярить по-быстренькому сейчас. Работает, работаем. Работаем своим. Ты в спринт успел свое сделать? Свою, то, что ты выбрал? Конечно. Неймите. Все, молодец, делай свое. Что тебе мешает? Аджел к этому никак не относится. Ну, я думаю, мы уже немножечко, может быть, система с Аджела отлыниваем, по крайней мере, мне кажется, но в этом дело, дело не в Аджела, или делаю, как бы, немножечко в конфликте интересов, да. С одной стороны, допустим, я мог бы протестдэшить, но с другой стороны, допустим, я не так хороший в этом деле, а что париться? Сейчас я быстренько туда вставлю пару. На следующей неделе тебе тоже надо вот одну фичу запилить и пофиксить все баги, которые случились. И тогда у тебя есть интерес этот, как бы, произвести баги, потому что, допустим, у тебя стандартно, тебе там знаешь, сколько там фич надо производить в неделю, да, ну, историй, там, поинтов, whatever, да, там чего-то. Тебе надо полезного труда производить определенное количество и при этом чинить все, что сломается. Ты будешь заинтересован в том, что у тебя там по-быстрому, там, тяпля, еще чего-то? Если, опять же, если, мне кажется, есть подход с тем, с того, что тратить как можно меньше часов работая на компанию, то, конечно, да. Не, ну, я обобщу это все дело и скажу, что это будет работать, только если перевести фокус на именно производительность. Знаешь, не на что, сколько там времени просидел на работе, а именно на этот, на производительность именно цен, ценного продукта, ценности в продукте. Вот. Вот и все. У меня такое ощущение сложилось, что, Женя, ты как-то не полностью отжавел, понимаешь. Там суть-то, как я понимаю, может, я тоже неправильно понимаю, но я понимаю отжавел, как ты, во-первых, если ты, вот как говоришь, сделал по-быстрому и делаешь свой проект, это не отжавел, потому что по отжавелу ты, ты когда выбирал задачу себе, ты оценивал ее, и тебе не дали еще задачи, только потому, что у тебя вот на весь спринт этой задачи хватило. Нет, я... Если ты сделал быстрее, на ретроспективе тебе скажут, что, чувак, ты халявил. Нет, я просто, Ваня, отвечал на его, не продая, просто на тему того, что сделал, а потом можешь еще что-то свое пилить. Ну, да, но, опять же, я говорю, у меня вот в первой команде... Если ты сделал быстрее, тебе следующий спринт просто дадут больше задач. Конечно. Ну, опять же, проблема в том, что, знаю, что ты работаешь по часам, и, как бы, работать по часам, но при этом, как бы, у тебя нету, этот, как бы, причины, чтобы ты работал быстрее. Это просто не работает. Вот тупо не работает. Я и не работаю быстрее. Да, вот поэтому оно особо не получается. Agile не про скорость, не про время, блин. Agile – продукт. Нельзя использовать понятие времени и скорость. Ну, блин, это не Agile уже тогда. Не, я говорю, то, что Agile, почему Agile не... Это Ваня сюда затащил эту продуктивность, тему продуктивности. Нет. Я не использую. Чуваки, я... Продуктивность сама вырастет, если вся команда будет продуктивной. Вы слышите, но не слушаете. Как бы, у Жени... Женя приходит к этому решению, потому что он пытается вот этот сопоставить, типа, стандартный этот цех, в котором он сейчас работает, называется RouteOne, да? Вот, где там идет линия, и тебе надо, вот ты панчин, патчат, да? Вот пришел, там часики начались, все такое, и всем похуй на продукт. Мне главное 8 часов просидеть. Вот. И, естественно, это конфликтует с тем, что, как бы, у команды должна быть заинтересованность в произведении этого качественного, хорошего продукта. Вот. Конечно же, это не работает. Вот мы, вот мы наконец-то прошли полный круг. Нет, Жень, Жень, ты путаешь тот момент, что, как бы, это... Сначала, сначала тебе нужно иметь желание. Если будет желание произвести хороший продукт, используй Agile. Так, давай, как говорит молодое поколение, я использую микроагрессию, то ты не следишь за разговором. Я как раз то же самое и сказал, что мой премис в том, что Agile это полная фигня, не рассчитана на массы, она рассчитана на определенных людей, определенные команды. На массы оно работает, если масса заинтересована. Вы заинтересуете массы, ё-моё, заинтересуете массы. Я тебе дам спокойный этот CounterPoint, да? Вот. Опять же, далеко ходить не надо. Это в Forge очень много команд, где там хорошо работает Agile. Они работают, там, знаешь, этот, как он называет, по 8 часов в день, да? Вот. Они используют Agile, они это дело все любят, они пропагандируют, они там другие команды тренируют, и все это замечательно работает, они счастливо до жопы. Это тоже корпорация, это тоже большая компания, они работают 8 часов в день. Это масса. Это массы, да? Как бы не все команды это используют, но есть хорошее количество команд, которые это используют и используют успешно. Почему? Потому что их не начальники их заинтересовали. Им нравится, им прикольно, там, знаешь, там, может быть, какие-то своеобразные мотивации, они там по пятницу выпивают или еще что-то в этом духе. Неважно как, да? Там их начальник их заинтересовал в этом деле. Но это масса, да? Это как бы не маленькая группа. Ты только что сказал, маленькие команды. Я не говорил, что маленькие, но это, да, отдельные команды, да? Но у тебя тоже команда в корпорации, правильно? Да. Ну, тебе просто, знаешь, как бы не надо обобщать, чтобы как бы на массы это не работает. Как бы это работает, если начальство может этот интерес этот развить в продукте. Я обобщаю, и я уверен в своем обобщении. Потому что, потому что, если бы я был неправ, то эта книга не была бы написана изначально. И если бы я был бы неправ, не было бы масса agile тренеров, которые не знают ничего технического, просто ходят и продают направо и налево. Если бы я был бы неправ, не было бы массы всяких сертификаций под agile тренеров, скрам-мастеров. Да, 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 конечно, сейчас, знаешь, это, я могу себя назвать agile тренером, и те, блин, это самое, и как бы, это же не значит, что я их буду реальному agile тренировать, правильно? Вот, как бы, правильно, их и не тренируют реальному agile, ну, да, потому что он не работает. Ну, нет, участки на Луне продаются, продаются, реальные участки продают, нет. Луны не существует, существует, блин. Это не связанные вещи, то, что есть товарищи по agile, что есть книга по agile, и что agile не существует, блин. Книга по agile, она как раз призвана для того, чтобы люди прочитали, сами вдохновились. Да. Товарищи, которые продают agile, они деньги зарабатывают, они не продают agile. Они не тренируют agile. Да. Тренироваться команда должна сама, можно деньгами, можно интересом, команда, образующие тренинги обязательно нужны, всякие, хоть это пиво по пятницам, хоть это, там, не знаю, там, пейнбол, там, что угодно, неважно. Блин, ну, блин, agile больная для меня тема, но это, блин, это работает, это на самом деле классный вариант. Оно работает, как люди хотят. Да, а тут нужно людей научить, научить их, можно всех, я уверен. Ну, вот видишь, люди не хотят, поэтому agile не работает. Ёптва налево, ну, конечно. Это потому, что люди не хотят, если, блин, если люди не захотят, ничего не заработает. Нет, 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 люди не хотят, потому что agile не работает, даже. Поэтому, да. Ну, если сказать, что он не работает, да, он не заработает. Если сказать, что машина не заводится и не пробует ее завести, она не поедет, да. Реально так. Так и с Agile. Попробовать надо, что-то делать. Надо людей иногда и заставлять. Подожди, еще раз. Это как мы уже вспоминали. У меня безуспешный, потому что я говорю, что тут нужно было либо как в этом... Мы вспоминали недавно буквально пару выпусков назад историю, по-моему, про Комфуцию. Я так и не посмотрел, про кого эта история была. О том, как соловья сжимать и разжимать. Поет он, не поет. Так же и с людьми. Можно было так же сделать. Показать как можно хуже, что бывает и хуже, а бывает и лучше. И Agile это тогда, когда лучше. Сейчас люди знают, что лучше по Waterfall и фигарят себе. Главное, что время идет. А потом проект закроют. Ну, нормально тоже. Что, деньги-то получил, получил. А вы, оказывается, как бы не брыкались, вы двое в душе глубоко либералы. Эх! Сколько бы Ваня там про это... Трампа не любил секретно, а в душе-то ты все равно демократ. Нет. Я что, похож на нациста? Не в этой струе. Подожди, ну, да, я не очень смахиваю на американского демократа, потому что там просто психи ходят в том. Но, как бы, знаешь, это... По мне ты пытаешься связать две разные вещи. Там... Вот люди не хотят это делать, поэтому оно не работает. Факт. Один момент. Другой момент, то, что нам надо запомнить, что не для всех процессов agile работает. Да? Если у тебя уже устаканен этот... Типа, устаканен бизнес, и тебе не надо его улучшать, тебе его просто надо поддерживать. Эх! Ваня вспомнил про лазейку, и он сейчас вылезет. Давай! Ну, Жень, смотри. Как бы... Роберт... Роберт, не, дожди, какого... Забыл его имя. Неважно. Правильно? Не, не, правильного направления. Это правильная лазейка. Ну, да. Как бы... У тебя в компании задача не улучшиться или развиться, да? Там нету мотивации у всей компании развиваться, да? Тебе надо просто остаться, знаешь, на месте. И как бы нахрена тебе agile там, если у тебя нету вот как бы задачи, компанейской задачи улучшиться, тебе надо просто поддерживать, да? Вот. Или там, знаешь, клепать эти... Допустим, отделы, где у вас клепают формы, да? Вот. Как бы там... Там... В принципе, зачем улучшать? Ну, зачем, Жень? Там как бы никакого смысла не имеет. Вот. Ну, если бы этот... Если бы начальники были бы чуть-чуть поумнее и хотели бы этот... Убавить расходы, конечно, там оно бы все равно бы помогло, но... Неважно. Там этот... Это уже как бы отдельный момент. Но в те моменты там этот... Там Waterfall работает зашибись. Я скажу даже больше, что даже на Форде вот... Есть отдельные... Ну, есть отделы, где... Там фактически там... Ихняя задача это не произвести продукт, а именно этот... Проследить за процессом. Вот. И как бы Форд не пытался им продать всю эту идею Agile и там, знаешь, этот... Product Teams и все остальное. Они посмотрели... Они посмотрели такие, блин... Какие Product Teams? Мы занимаемся процессом. Понимаешь? Мы занимаемся процессом. Вот. У нас задача это вот, знаешь, проследить за тем, что вот этот процесс протек правильно. Вот. И они плюнули на это все дело и сказали, блин, мы переходим обратно на Waterfall, потому что, ну, Agile модель здесь просто не подходит. Мы не разрабатываем продукт. Мы занимаемся процессом. Вот. И, конечно же, там этот... Там Waterfall работает гораздо лучше, потому что можно просто по времени расписать там задачи, там, знаешь, там... Это просто изо дня в день одну и ту же самую гайку надо просто, знаешь, докручивать и все. Там улучшать ничего не надо. Тебе надо просто гайку каждый день крутить. Вот. Ваня использовал Мартин Фоллера, чтобы выбраться из ситуации. Так. Вам еще этот чайник оболон по башке дать? Ну, попытаюсь. Ну, это... Как называется? Agile... Agile... Так, о команде. Команда. Команда. Почему я слышу так много слов про начальство? Если это команда. Почему? Нет, это не о команде, это о разработке софтвера. Нет, так, подождите. Тут Женя говорит, что... Про команду вспомнил. Замечательно. Команда это должен быть как единый организм. Я вспоминаю про начальство, потому что если изначально не было команды, а просто было сборище товарищей, которые с клавиатурами, как ты сказал, это не команда. Команда, это вот они все нацелены, все вот одной идеей говорят, это команда. Ой, мутишь. Это то же самое, как спортсмены. Как спортсмены, извини, блин, если человек там вышел на поле просто постоять пять минут, это не командный игрок. Вы когда-нибудь... Команда? Женя, я тебе сейчас цитату дам. Принципалы behind Agile Manifesto. О, Господи. Our highest priority is to provide is to satisfy customer through early and continuous delivery of valuable software. Переводя на русский, наш приоритет это удовлетворить этого, как он называет, клиента и этот постоянную поддержку ценного софта. То бишь, если ты не производишь софт, есть маленький шанс, что это не подойдет. Вот. А если у тебя задача не удовлетворить этот, как он называет, клиента, этот рано и, ну, в смысле, этот, как можно быстрее и постоянно удовлетворять своим софтом, то, ну, извини, я согласен, она действительно не работает. Звучит, на самом деле, как цитаты из борделя, ну ладно. Чувак, я, 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 первое, первое предложение из этого Principles Behind Agile Manifesto прочитал. Да я называюсь, у него и команда. Чувак, ты мне там, о, это о команде, это там, блин, о тренерах, не, они про тренеров ничего не говорили, они не говорили ничего. не говорили, я какой-то аргумент приводил, но, ладно, я думаю, мой, мой аргумент со спецназом. Да, это не работает. Ты просто, знаешь, ты мешаешь, что у тебя команда просто не хочет этим заниматься, в смысле, не хочет производить продукт, и ты пытаешься приписать, что Agile там не работает. Нет, нет, я не пытаюсь это приписать. Жень, подожди, вот про спецназ, прежде чем ты не заговорил, спецназ это какие-то волшебные люди, просто их как-то из пробирок выращивают, или это просто любые люди, которые взяли и научили. Это не любые люди. Я не знаю, на самом деле, как в России там спецназ работает, вот, просто... Думаешь, нельзя любого взять и научить? Войска специального назначения в других странах, да, нельзя его просто любого человека взять и научить. Обычно войска специального назначения, да, отбирают людей. Там идет отбор. Ну, он чего-то научился, потом прошел отбор. меня был знакомый, который в ВДВ хотел именно прослужить, он пытался проходить комиссию, ему говорили, ты в ВДВ негоден, он запаривал комиссию, у него был там секретный козырь, уходил домой, тренировался, шел, и так четыре раза, пока его не взяли в ВДВ. так точно. То есть, все-таки смог, ну, то есть, это тоже можно сказать специальное назначение. Сейчас, И думаешь, нельзя на спецназ вот так же надрочиться, то есть, если ты знаешь, что нужно. Можно, если ты хочешь. Вот. Ой, бля, так хотеть все-таки надо, да? То есть, любой человек может захотеть и стать? Не, я не думаю, что любым может захотеть и стать, я думаю, что большинство людей не хотят, это раз. Если одной руки нет, одной ноги нет, ты спецназов сам, да, не станешь, наверное, да. Именно. Как бы ты не хотел, но все-таки не тренировался, да, вот, если у тебя там, извини, не хватает 20-30 IQ, ты не попадешь. Вот. И мой премис... Тренировать тоже нельзя. То есть, сколько вот при рождении выдали, там, насыпали в коробочку, там, в черепную коробку насыпали, в большом... Мимо просыпалось 20, и все, ладно. Так, к сожалению, да, я не доктор, не биолог, вот, насколько я понимаю, как бы, да, если ты даун, то, извини, сколько тебя там не тренировали, гением ты не станешь. Вот. Так, не надо, чтобы исполнять эти... Нет, ну, как бы, идея, что мой премис, состоит именно в том, что agile это специализированная вещь для специализированных задач. Вот. И... А все, что под этим, там, строй, знаешь, там, морпехи, строй бат и все остальное, да, то есть, конечно же, под лозунгом все можно привинтить и сказать, что agile мы копаем там и делаем каждое утро перед, знаешь, перед тем, как взять лопаты, мы делаем стендап, конечно, все это можно, но все это не работает в этом ключе. Вот. И работать не будет, сколько бы дядюшка Боб и Мартин Фоллэр и... Ну так они это говорят для людей, которые хотят, которые... Ну а... Это... То, что они говорят, это, как в политике, неважно, что ты говоришь. Это вот весь индустриальный комплекс, да, с этим agile, это... Я на все это смотрю, это просто выглядит... Все больше и больше выглядит как бредятина. Потому что... Мой ключ не в том, что техника не работает, методы не работают. В правильной команде с правильным все будет работать. Вот. И... Лучше, чем, да, оставить команду умных чуваков на год, чтобы они там что-то писали. Нет. Техники работают. Проблема, что они не работают для всех. А продается... Да вы, батенька, нацист. Батенька, нацист. Да. То есть, можно потом сказать, что вот люди вот с определенным цветом кожи, они никогда не... могут вложить на год. Он пытается сказать, что это было все... Написано евреями для евреев. Вот. Вот что он пытается сказать. Это тоже своего рода нацист. Насколько... Насколько Саша все-таки этот... У него, видимо, там есть этот портал в будущее, потому что он... Начните с драйвия, закончим этот срач про BLM. Саша, как ты знал, что это произойдет? Начали за драйвия, закончили за нацист. А это... А это известный фактор. Самый главный товарищ, который нацизмом просто прославился, он тоже говорил, что вот что человеку дано с рождения, то и будет. Я вольный. Вот у тебя такие же... Да, да, да. Ты только приводил, там коробочку насыпали, там IQ не досыпали, и все, значит, в Agile не годится. Ну, отлично, отлично. Я все понял. Ну, вы можете меня пытаться как-то... Мой премис пытаться сбить последним бронебойным оружием, это знаешь как это... В любом сраче, любой срач всегда заканчивается аргументами про нацистов, да, и вот называется... Я думаю по этому премису мы дошли к концу этого обсуждения, потому что кто-то... Этой темы, да? Да, потому что кто-то все-таки, знаешь, произнес слово нацизм. Вот, но... Вы можете пытаться весь этот премис сбить, вот, но... Как бы... Я не знаю, пока они изобретут, пока они ставят микрочипы в мозги, пока не... Мы не сможем каким-то образом наращивать там, знаешь, мозги или процессорную мощность или еще что-то. Простите. Вот, да, то есть, у меня есть, опять же, из личного опыта, да, там, люди с мышечной недостаточностью. Да, конечно, я все-таки отчасти либерал, но даже я не буду стоять и говорить, что если ты захочешь, то ты сможешь стать тяжеловесом, ты сможешь тягать штанги. Не будет этого никогда. У него заболевание. Он с ним родился. Что ты хочешь сказать, что у тебя этот, что у тебя на работе этот, большинство недостаточных людей? Нет, я этого не говорю. Я констатирую факт. Поэтому Agile не притерся, да? Что, нет, у нас куда-то. В программистах все-таки товарищи уже с интеллектом приходят, хоть с каким-то. Я считаю, я чувствую свою мысль. Все-таки Agile работает, но никто не говорил, что внедрять Agile легко. Если не получилось эндрить, ну да, наверное, иногда проще сказать, ну, не получилось в этой команде. Все. Забыли, выкинули к чертовой бабушке. А иногда он переживается. То, что он может в этой же команде под другим соусом пройти и сработать, это тоже факт, на мой взгляд. Слабенько. Ну ладно. Нет, если команда решает это дело, использует, даже если сказать, что команда, допустим, не гений, я уверен, что если команда среднеархметических людей, допустим, ну ладно, хорошо, не этот не IQ 80, да, вот, а стандартный. если вот только человек с 80 IQ резко захочет, это же ваш есть премис. Я думаю, мандо из товарищей с IQ 80 все равно мамонта-то завалят. Ну блин, да. Мамонта-то они-то завалят хоть костями. Жень, Жень, там, если сравнить этот, допустим, возьмем эту команду, допустим, даже если 80 IQ, предположим, да, вот, разница между тем, что команда, которая будет по Agile делать и команда, которая будет без Agile это делать. Какая из команд будет этот лучший продукт производить? В зависимости от продукта. Если валить мамонта, то какая разница? Ну, Жень, мы, как бы, Agile был сделан, блин, нет, это не для кручения гаек, правильно, вот, как бы там премис для производства софта, правильно? В зависимости с какой исторический, с какой точки отчета ты хочешь начинать? Потому что, ну, как бы, да, товарищ, начало всего этого дела было положено все-таки в автоиндустрии. А еще можно аргументировать, что это было положено в магазинах продуктов, но это ладно. Это итерационный подход, там, и все остальное, там еще было заложено в других местах, но ладно, мы говорим про Agile здесь, Agile, который пришел от Agile Manifesto. Правильно? Agile Manifesto был сделан для разработки софта, правильно? Для маленьких команд. Там они, ну, по-моему, они особо ничего не говорили этот, ну, про манифеста нет, поэтому вообще-то и расплылось. Вот, но я, у меня просто вопрос, ты взял две одинаковых команды, одна это делается Agile, по правилам Agile, все делать, не прикидывается, а пытается, знаешь, реально старается, они хотят, они хотят это делать, пытаются делать. Это вопрос из серии, я еду 90 км в час, а ты 60, кто первым, доедет до Торонто? Нет, ты пытаешься ты пытаешь сказать, что Agile не работает. Он не работает для всех. На светофор будет уставить. Нет, подбери какой-нибудь вопрос. Нет, мы пытаемся выяснить или Agile работает или нет, да? Работает в маленьких командах с определенными людьми. Нет, давай возьмем людьми, люди с одинаковым IQ, просто одна команда хочет, другая не хочет. Знаешь, одна делает Agile, следует Agile принципов, другая не следует. Какая из команд произведет лучший продукт? Потому что по твоим словам, если Agile не работает для как бы любой команды, то там будет непонятно. Правильно? Да. Хочешь сказать, что та команда, которая будет следовать Agile принципов, она не произведет лучший продукт, чем та команда, которая не следует этим Agile принципов. Если все равно и все равны, то скорее всего да. Agile команда произведет продукт быстрее и скорее всего качественнее. все, все. У меня больше аргументов нет. Правильно, потому что у тебя больше аргументов и не может быть, потому что аргументы сводятся не к тому, что все равны и все равно, а реальность на рабочих местах. Реальность на рабочих местах, я тебе говорю, что не работает. не, мы не говорим про реальность на рабочих местах, мы говорим про или Agile работает или нет. Ты пытаешься утверждать, что Agile не работает для всех. Да, он не работает для всех. Я пытаюсь утверждать, что если команда согласна делать Agile, то он поможет, он работает. Вдогонку тебе обратный вопрос. А все на свете равны по всем параметрам? Нет, конечно. Ну, вот и все. Вот и конец. Если бы все были равны, тогда можно было бы жжать корично сказать ты явно, блин, это самое демократ. Блин, я, я, нет. Факт, мы поем не разны. По демократии все равны. Если бы Женя был демократ, то да, Ваня, ты демократ. Я не демократ. Ладно, давай теперь переходим, потому что Женя уперся, он даже сам уже ничего не хочет слышать. Давайте сделаем перерыв и переходим. Вы мне, я вам обратно. Чего вы жалуетесь-то? Ну, я знаю, ты ты сам никаких фактов не хочешь слушать. Я это шоу. Это шоу. Ну, и отыгрываем каждый свои роли. Женя против. Все нормально, все работает. Людям понравится. Ладно, давайте сделаем паузу, потом подумаем, что дальше делать. Хорошо. Да. Так, мы вернулись. Ну, что, давайте тогда последнюю тему где-то обсудить. Решили решили простую расслабительную тему про инопланетные явления. Почему инопланетные? Неопознанные летающие объедки, блин, ну, они на нашей планете происходят, да, так что не инопланетные явления. Явления наши. По словам Пентагона, они, конечно, это не с нашей планеты, но я все думаю, это лунатики, ну, все бы с нами. Ну, короче говоря, японская армия сказала, что они будут кооперироваться по ходу с Пентагоном, вот, с Америкой, в Японии нету, армии там есть этот министер же самозащиты. Забавно если бы они кооперировались в Северной Корее, ну, ладно. Да, пытаются осознать и понять эти летающие объедки, да, вот, что это такое, кто это такое, за этим следите, все остальное. Вот, и, кстати, по-моему, мы не раз говорили в подкасте, по крайней мере, когда там вышли, когда Пентагон публично наконец-то опубликовал видео. Вы, кстати, смотрели эти видео? Я да. Публично представили. Ну, и что ты думаешь по этому? Ха, блядь, не знаю, пиксели, нахуй. Нинденда, мадефака. Честно, окей, скажем так, то есть, это просто видео, понятно, что инструментации никакой нету, но поскольку это дошло до такого уровня, что Пентагон надо выставлять, кстати, да, вот НЛО, и это все, что мы знаем, привет. Конечно, окей, я уверен, что они гонят на тему того, что это все, что мы знаем, вот, но по крайней мере, то, что они теперь уже открыты, просто пустят в интернет, ну, как бы, пиздец. Ты думаешь, это как-то связано с фонкой добраться до Луны и поставить там бену? Говорят, что НЛО начали замечать на планете Земля после Манхэттен проекта. Другими словами, с того момента, как мы начали бросать ядерные бомбы, вот, и взрывать их тоже, вот, появились НЛО. Ты думаешь, за нами наблюдают, это, да? Это интересно, как там раса высокоразвитых людей или существ смотрят на нас такие, смотри, обезьяны, друг друга мочат, ой, как забавно. Ой, они нёки разработали, ой, блядь, а теперь за ними надо реально следить. Да. Надо не следить, надо вмешиваться. Вот. Да. Ты думаешь, они вмешиваются? Ну, да, они появились как раз после сброса, но вот, если судить по Жениным словам, мне казалось, такие вещи, как неопознанные, оно всегда было. Какое-то время даже грозу считали. Что там, перун там стреляет, так что. Не, это Тор, это Тор, блин, он сам, гневался. Ну, это, это в скандинавской, а в славянской первым, по-моему, был, нет? Ну, в общем, ладно, ну, а у этих, а у греков, это Зевс был, ну, ну да, ну, в общем. Зевс Тор, блин, я не помню. Какая разница, да, действительно. Все равно какие-то непонятные боги, живые. Ну, возвращаясь к этим кипошкам, этот, они этот, по ходу сейчас инструкции тебе, типа, это самое, предоставляют тебе, типа, что делать, если увидишь эту ложку. Интересно. Кстати, кто играл этот в Уфо игру? Уфо. Это, которая в начале 2000-х была? Даже в конце 90-х? Да, 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 но. Я вообще ничего не помню толком. Была такая игра. Я помню, что была игра, там какой-то был элемент, я, 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 она в тениум, нет, там не она в тениум, там какой-то был элемент в этой игре, который может был только достать с разбегшуюся НЛО. Как он назывался? Кто на гуглит быстрее? ЭЛЕРИИУм, ЭЛЕРИИУМ, Теперь Да, это назывался элемент Элериум 115 Теперь Я как бы, возможно, надо меньше слушать Смотреть Джо Рогена Вот, но очень забавно, что На самом деле есть такой элемент Который называется Элемент 115 Завпадение Я так не думаю Подожди, а 115 По таблице УГД А хуй знает Вот Теперь Его синтезировали Русские американцы В 2003 году А, называется Московиум Да, Московиум Вот И опять же Все это, знаешь, бабка сказала Грубо говоря Но походу это элемент Используется Типа Или подобный элемент Используется В летающих тарелках Вот Для Генерации Что-то типа Антигравитации Никто ничего не знает Потому что, опять же Я уверен, что там Все эти тарелки Есть Где-нибудь На секретных базах И все остальное Они пытаются Все это дело разобрать Но Да Синтезировали Вот такой вот элемент Вот И Насколько я понимаю Я Опять же Это надо читать И Я не физик И не химик И с этим всем Не дружу совсем Вот Но по слухам Да Такая фигня Типа Как Баб Сказала Используется Ну Мне больше интересно То, что Ну Помимо Японцев Как бы Еще Этот А США Обнародовали Вот эти видео Ну Сказали Ну да Мы типа Видели Что-то там Неземное Типа Летающее Вот Ну типа На земле Это не было сделано Вот Одно Другое дело То, что Сейчас Этот Трамп Он сделал Этот Space Force Не путать Со Space Force Вот Хотя Хороший сериал Вот И Сейчас Америка Россия Китай Точно Рвутся На Луну Вот И Типа Мы там Это Самое Хотят Этот Типа Установить Этот Добычу Руды На Луне Вот Представляете Какая-нибудь там Раса С То есть Явно Продвинутые Технологии Да И Антигравитации И кстати Вот эти Тарелки Да То есть Они Летают Достаточно Интересно Да То есть Как они Могут Менять Направление Скорость И все Остальное Так Быстро Да Без Последствий Для пассажиров Самое главное Под вопросом Или там Есть пассажиры Конечно Может это Беспилотники Да Потому что Если это Беспилотники То В принципе И на земле Могут Дронов Очень Не похистил Если они Знают Как Использовать Гравитацию То в чем Проблема Да И Если у них Этот Достаточно Мощный Реактор Там Стоят Прикинь Допустим Какая-нибудь Коробка 10 на 10 Сантиметров Стоит И вырабатывает Столько же Электричество Как у нас АЭС И при этом Движок Может Манипулировать Гравитацией В принципе Да Галериум 115 Ну Многие вещи Под вопрос Я видел Несколько Этих Теорий Как Как Можно Достичь Этот Антигравитация Там Где Уже Давно В подкасте Рассказов Еще По-моему Когда Мы недалеко Это универа Жили Рассказывал Что Там Бывает Тебе По идее Нужно Эти Супер Флюиды Металлические Сделать И Фактически В этом В бублике Раскручивали Просто Разгонять Очень быстро Вот И Чисто Теоретически Это Должно Производить Антигравитацию Проблема В том Что Этого Никто Еще Никто Не Сделал Но В теории Должно Работать Во-первых Во-вторых Это Там Был Тест Где Супер Суперпроводники Типа Раскручивать То Получается Эффект Как бы Этого Антигравитации Ну Это Все Такое Аля В лаборатории И так далее Короче Прикол Был В чем Что Как бы Прикинь Ну Для Простоты Скажем У тебя Там Эти Диски Такие Этот В этой Вплошке Лежат И ты Их Просто Крутишь Просто Это Само По Кругу И Короче Эксперимент Который Показывали Это То Что Предположим Оно Выглядит Как Эти Копейки Монетки Да Там Три По-моему Монетки Был Типа Супер Конденсаторов Которые На Вот И Короче Раскрутились Смотришь Что Этот Шопар Который Идет Просто Плыл Перпендикулярно Резко Почему То Начало Ити Наверх Как Бы Там Никакого Потока Воздуха Не Там Там Был Пропеллер И Еще Что В Духе Нет Ничего Такого Не Происходило Они Были Абсолютно Плоские И Просто Катались По Тарелке Замороженной Тарелке Да Там Как бы Двигать Нечего Был Так что Да Есть Предположение Как это Можно Сделать Но У нас Сейчас Пока Что Не Разработаны Правильные Материалы И Другой Момент Это То Что Энергии Нет Так что Я Вполне Уверен Что Это Возможно Просто У нас Сейчас Недостаточно Разработок В эту сторону А Другое То Что Меня Напрягает Это Не Напрягает А Интересует Это То Что Что Мы Как То Я Понимаю Что Там Спейс Там Они Все Такой Там Сейчас Подешевле Стало Запускать Все Эта Хрень В Космос Да Вот Но За Последние Два Года Почему То Как Бы И Наса И Это Самое И Китай И Россия Кстати Китай По-моему Согласился Со Штатами А Вот Россия Не Согласилась На Тему Кто Где Как Может На Порвемся На Луну Возможно Это Не Совсем С Анопланетянами Связано Но Как То Совпадение Так Что У вас Какие Идеи Почему Почему Японцы Резко Начали Бояться Этих Инопланетян У них Там Вроде Постоянная Война С Демонами Была А сейчас Вдруг Инопланетяне Я Думаю Не Боятся Захвата Космоса В смысле Раздел Ну Ну Той же Самой Луны Там Захвата Там И так На самом Деле Проблема Достаточно Серьезная Это Запустить Свой Спутник Даже Если Ты Не знаю В какой Ни Стране Не хочу Никакую Страну Обидеть Но Пускай Будет Гвадалупа Какая Если Они Построят Свою Ракету Захотят Спутник Запустить Не Получится Потому Что Траектория Вокруг Земли Уже Давно Расписаны Ну Идеальные Да Идеальные Траектории Для запуска Там Конечно Ты должен Находиться На определенной Этой Чего там Longitude 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 Да Я Я Я Я Я Я Я Я Не Помню Который 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 Даже Если Ты Запустишь И Потом Просто Выйти Свободной Орбиты Нет Траектории Вокруг Планеты Земля Нет Они Все Уже Расписаны И Китай Насколько Помню Когда Запускали Свои Они Выкупали У Южной Кореи Частично Частично У России А Ты имеешь Ввиду Типа Высота Это Коридор Грубо говоря Над землей Да Он уже Занят А сейчас Начинают Пилить Луну И Японцы Такие Опа 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 Нам тоже Как-то На Луне Побывать Чего-то Застал Себе Там Участок Ну В принципе Потому что То, что Продавали Луну Там По участкам Это Не то Немножко Нам Нужно Нормальный Реальный Живой Участок Я думаю Да С Романтизмом Я Японца Может Просто Не хватает Чего-нибудь В жизни Блядь Тебе Побаянщина Заебала Сосоочками Да Лихая Под Всякие Мне Не хватает Я бы Хотел Куда-нибудь Там Улететь С кем-нибудь Куда-нибудь Представляете Представляете С жены И без детей Слышал Что Этот Илон Илон Хочет Сделать Он Он Хочет Это Самая Фамилия Поменять На Марс Вот А потом Марс Переименовать В Маск Флагом И в руки Мелко Думает Я хочу Я хочу По Галактике Покататься В Особенно Если Есть Другие Расы С Так Знаешь По Пустому Пространству Раз Год И В принципе Да Я бы Тоже Не Против Какую Синюю Как То Вы Такие Оптимисты Товарищи Что Я бы Синюю А Если Синя Тебя Случаи Разные Бывают Я Меня Привлекает Да Идея Просто Другой Расы Посмотреть Мышление Потому Что Иногда Мне Очень Сильно Надоедает Мышление Человеческое Хотелось Б Технологии Как Они Смотрят На Все Это Дело Хочется Какой Такой Межгалактической Перспективы Чувак Если Это Не Может Договориться Ты Думаешь Это Самое Как Б Синопланетянин Сможет Да Я Уверен Что Мой Папа Был Инопланетянин Поэтому А Ну В принципе Да А Ты Не Боишься Жень Что Столкнешься С инопланетянами У которых Достаточно Просто Работает Интеллект Там И все Съел И Разговор Закончил Все А ты Прикинь У них IQ 70 А Зубы Большие Или 60 Да IQ IQ У меня 40 И не Парюсь Наркоги Это Крайне Маловероятно Почему Просто Ты Не долетел До тех У которых 250 Которые Тех Которые 60 Держат Как Петонцев Да Ты просто На планету Собак Прилетел Там Съели Тебя И все Ну Было бы Интересно Было бы Крайне Интересно Так что Что вы думаете Реально За этими За инопланетяшками Гоняются Или они Просто Я Или у них Альтернативные Мотивации Ты про что Ну Японцев Я про статью Блять А Про это Которые Мы обсуждаем Наверное Я буду умным Скажу И то и другое Ух ты И рыбку съел И лапки не замочил Да Я думаю Что они все таки Прагматично Подходят К вопросу И пытаются Создать Ажиотаж Чтобы люди Были не против Того Чтобы они Тратят деньги На какую то Пока еще Неведомую Фигню Ну Конечно же Разведывать Это Никто Не скажет Пока уже Будет не поздно Да Типа Манхэттен Да Ну Типа Того Да Экспериментировать На деньги Надо Откуда Брать Ну В принципе Поэтому Мы сейчас Гоняемся За инопланетянами А сами Там какой-нибудь Не знаю Сверхсветовой Двигатель Собирают В гараже Да Ты знаешь Этому легче всего Поверить И опять же Возвращаясь К местным чудикам К Трампу Я уверен Если он создал Типа Спейсфорс То там Есть Спейсфорс Бюджет Так что А Ну Буду Интересно Посмотреть На все Технологии Да Конечно Увидишь Ты Эти Технологии Ты Даже Это самое На Спейсек Не можешь Работать Потому что Спейсек Это У них Часть Контрактов С Министерством Обороны Это Значит Что тебе Нужен Этот Это Как бы Негражданам Америки Это Недоступно Та-та-ра Я Я проверял Если На хуй Послали В Канаде Надо В Канаде Искать В Канаде Космическая Программа Да Я уверен Есть Офис Спейсекс Нет Хотя Тесла Не Тесла Спейсекс Это Два Разных Зверя Тесла Есть Это Спейсекс Я Сомневаюсь Что У них Там Есть Опять же Там Проблема Это Как бы Уровень Секретности Те Те Не допустят Работать Ни над чем Прикольно Да Останком НЛО Который Лен Маск Купил В продажке Да нет Нет Это Какая Распродажка Он просто Семью хочет увидеть Папа Забери меня Брат Я продолжал Думай Ты думаешь Че он В космос Так рвется Блин Все люди Уже Задолбали Своим Ваня К своим Хочет вернуться Ну да Да Ну конечно Все отмаскаться Что типа Там Надо Человеческую Расу Спасать Там Все такое Благи Намерения Но мы Это знаем Что он На самом деле Просто К своим Хочет Рептиль Подобным Я Так И знал Ну На самом деле Не Я Я Я Соглашусь С Игорем Мне кажется Это Все таки Отмазка Чтобы просто Бюджет Еще Там Выделить На Разработки Мечтать Не хотите Ладно Ладно Или ты думаешь Они выкопали Все таки Еву 00 Сомневаюсь Сомневаюсь Там Другой момент Это То Что Там Как бы С луной Вы же слышали Все эти Конспирации Да Типа там Луна Чересчур Этот Как Называют Недостаточно Плотная Чтобы Этот Чтобы Быть Ну По своим Размерам Там Типа Недостаточно Плотная Там Чтобы Быть Нашим Спутником Там И И Вообще Посажено Так Что Прям Ну Идеально И Все Такое Как бы Шансы Того Что Луна Сама По себе Вот Земле Прилетела Или Там Знаешь Как Образовалась Это Чересчур Все Хорошо Совпадает Мы же Знаем По Евангелину Потому Жу Там Тело Левит И Оно Прибито Копьем Лангинуса Все Правильно Поэтому И Плотность Не Совпадает Да Оно С обратной Стороны Луны Все Мы Знаем Все Нормально Это Тоже Темная Сущность Поэтому Она С темной Стороны Не Со стороны Света Мы Все Знаем Все Нормально Японцы Проговорились Все Да Они Еще Засказали Даже Нес Несколько Возможных Сценариев Выпустили Да Акадзима Гений Да Мы Все Это Знаем Скоро Скоро Будут Бронить Большие Роботы Биороботы Да И Воевать С Прощайцами Так Ладно Короче Мы выяснили Что это Все Конспирация Государства Чтобы Просто Потрать Больше Бабла Да Женя Согласен Да Все Договорились Бабло Побеждает Зло Ладно Ну что Люди Заднее Слово Реклама Семь Тарелка Еще Тарелка И Семечки Семечки Тогда Тогда Я добавлю Венник Ладно Пожалуйста Люди Еще Понравился Подкаст Ставьте Лайки Подписывайтесь На RSS Фит Присылайте Нам Копеечку На поддержку Серверов Потому что Сервера Надо платить Вот Они Бесплатны А у нас Пока нету Илериума 115 Поэтому Да К сожалению Да И этот Серки Айстер Сам Подпиши Для тебя Стики До стол Видите Люди Да Он Чуть-чуть Чуть-чуть Говорил Что Там Лимит Идейшн У него Не продает Еще Чего-то Еще Чего-то Я Сегодня В Тим Форнс Пошел Смотрю Они Все Еще Рекламируют У меня Как-то Месяц назад Почешу Спросил Вот Я Как-то Сначала Забыл Но Тем порт Снеси Не ходил Потом Чего-то Зашел Такой Посмотрел Такой Ну Давай Ему Вроде Нравится Пешечет Ладно Все Любви Счастья Подписывайтесь Услышимся На следующей неделе Не забывайте про чатик Заходите в телеграм Пишите Поиск RCMP И там находите RCMP Чат Там их подписываем Несколько RCMP Чат Один Который Как чат Обозначен Ну Блин Как чат Да В общем Подписываемся Не теряемся Заходим И Расговариваем Да На этом Пока Пока Пока